В общем, для тех, кто в записи смотрит, это, насколько я понимаю, 12-я часть Тирани. Мы уверенно с нашей замечательной пати, состоящей из Повелителя Огня, двух еще магов и замечательного танка Сирин, которому мы не так давно про... Это не надо делать было. Спасибо. Прогрейдили шлем. Мы получили колоссальные защиты, в том числе элементальные. Двигаемся вперед. В данный момент мы находимся на дополнительном квесте, но очень интересном. Добрались до твердыни часовых, до которой не могли добраться без использования... Ну, короче, там и дикт был. Буря поднялась. И чтобы пройти сквозь бурю в некую крепость, которая была изолирована от внешнего мира долгое время, пришлось попотеть, пришлось посмотреть, находить разные части, найти этот артефакт и с его помощью пройти вперед. Вот. Но здесь новая коалиция. Регенты Аплота. Аплот, в общем. Неужели кто-то через бурю идет? Это было в конце прошлой трансляции, поэтому я сразу хитроумие, друг, и проходим к главному. Элдор, привет. Так. Здесь была еще ловушка, насколько я помню. Ага. Все так, все так. И заменили мы фугу на второго мага, потому что сейчас шесть заклинаний, которые в разных школах погибели и молнии находятся, они... Ну, они очень несбалансированы, на мой взгляд, и... А вот и оно. Оф, ты выглядишь достойно после года изоляции. В крепости достаточно провизии, чтобы продержаться хоть сто лет, хотя регент многое забирает себе. Он неуверенно отводит взгляд. Он качает головой и снова смотрит на вас, поднимая оружие и делая шаг вперед. Не пытаясь меня отвлечь, сдавайся немедленно. А то... Ну и, собственно, приходит главный. Опустите оружие и поднять решетку. Я поговорю с нашим гостем. Он оглядывается через плечо и хмурится. Что ж, подойди поближе и представься. Просто веди себя почтительно, и проблем у тебя не будет. Да. А я вот не помню, это я этот Эдикт прочитал? Или кто-то другой его в исполнение привел? Стрейдус Иродин, бывший правитель Аплота, смотрит на вас со смесью настороженности и удивления. Его взгляд задержался на инсигнии непоколебимости. Это как раз тот артефакт, который позволил нам пройти сквозь бурю. Тогда понятно, как тебе удалось пройти ветра. Но зачем ты пришел? Думаю, не для того, чтобы вызволить врага. Он чурится. Долгая изоляция наложила свой отпечаток, но мы не глухи к новостям из внешнего мира. Думаю, я могу узнать вершителя судеб. Поэтому логично, что ты владеешь колодцем Вендриенов. Гениально, сам догадался. Ты хоть понимаешь, что мой голос может теперь не восстановиться после всей этой пыли? Может, меня пожалеешь? Мы выживаем в тюрьме владыки уже больше года. Я все еще жив, потому и род регентов тоже. Даже опальные не смогли пробить ветровую стену Кайроса, когда Эдикт обрушился нам на голову. Хотя я не понимаю, как это получилось у тебя. В ее взгляде появляется тень безысходности. Ты же проделал весь этот путь не для того, чтобы передать условия сдачи. Так, эта буря истребляет твой народ. Ты же должен понимать, что откладывать неизбежно это безумие. Поехали. Атли вмешивается. Прости, но противоречит... Что противоречит тебе при посторонних? Атли бросает косой взгляд на Иродина. Но это больше не его народ. Несломленные за пределами крепости проклинают его имя. Если бы этот старый болван понимал, что творится вокруг, он давно бы сам сдался. Я знаю свои роли во всем этом. Эдикт может закончить только кровь последнего регента. Как постановил Кайрос, он кивает. Должен тебя предупредить. Я не для того так долго выживал, чтобы меня подрезал прихвостень Кайроса. Я пережил войну, самоубийственный поход опальных и долгое одиночество в сердце бури. Легко я не сдамся. Привет. А, Элдор уже был. Да, Элдор, приятно. Так, что ты говорил про самоубийственный поход опальных? Давайте. На второй год войны мои силы захватили один из элитных легионов Грэйвен Аш. Мы разделили их для собственной защиты, чтобы разместить здесь, в сумречном бастионе. Мы планировали поторговаться с Аш за их жизнь. Война зашла в, можно так выразиться, напряженный тупик, когда твердунь часовых окружила внушительная армия опальных, чтобы выбить нас отсюда и освободить нашего пленника, нашу. Единственное, видимо, пленник, пленница. Выражение его лица становится задумчивым, но он разгоняет мысли взмахом головы. Что было потом, всем известно. Прежде чем опальные смогли закончить свою отчаянную атаку, Эдикт поднял моих людей и легион Аш в воздух, словно пушинки, и раскрошил их кости из железа в пыль, которая теперь кружит над вашими головами. Класс. Ты мог бы давно закончить Эдикт. Путем самоубийства или гибели от рук соотечественников, его взгляд угасает, Это предательство как моего титула, так и чести моих солдат. Уступив воле владыке, мы потеряем саму суть величия оплота, нашу стойкость. Меня не доставляет никакого удовольствия наблюдать, как буря опустошают мою страну. Отсюда, из-за ее ока. Я несу груз этого решения изо дня в день, но ни за что не поступил бы иначе. Можно сразу атаковать. Я собираюсь закончить Эдикт так или иначе. Поможешь мне или нет? Нет, не помогу. И ты глуп, если думаешь, что я приму такое возмутительное предложение, учитывая все, что оно означает. Сама честь твоего положения зависит от отказа от твоего недопустимого решения. Он поднимает голос, чтобы вы слышали все. Властью регента великого королевства оплот. Я лишаю тебя благосклонности и гостеприимства, которые удерживают тебя в этих стенах и изгоняю тебя из моих земель. Как типично для служителей Кайроса не предлагать приемлемых условий, кажется, я накосячил. Вы можете переписать историю и указать, что я сам пошел на конфликт. Но все здесь присутствующие будут помнить, что когда владыка поставил меня перед невозможным выбором, я выбрал оплот. Он отворачивается и направляется за поднятую решетку. Ну, е-мое, опять вырезать людей придется. Да, поторопился я, поторопился. Ладно, хорошо, мне не впервой. И вообще можно было для начала посмотреть, как оплот, в принципе, ко мне может относиться. А их даже нет А, не сломленные Вот они Нет, не сломленные клинки Это другое Не сломленных мы там наубивали Уже будь здоров Хорошо Что у нас здесь есть? Характеристики средние Небесный клинок Ладно, работаем Раз уж мы стоим так кучно Начнем с полезных вещей Эти двое Парализуют В этом еще один подходит Давай-ка ты этого парализуешь Так, копеечка забиваем, потому что на склонение хорошее Ну и работаем Паралич, кажись, не прошел Может мне тогда грозу сделать для контроля исключительно Давай-ка Ой, сбивает с ног Давай оскорбляющий жест Да, там тут хрена с два сработает Давай так Тогда Хоть фп снимем Атли, атли, атли 85 Паралич на этого сработал Что, конечно, радует Давай дальше Сфокусируем удар по По одной цели Для Для увеличения Уроном Чисто вам Не хотелось бы, конечно, сейчас АУЕ кидать мимо, блин Гроза пошла сейчас Ну, пойдет сейчас гроза Немножко контроля Оглушение пошло И дальше, полагаю, надо Надо высасывать жизнью А можно сделать вот такой взрыв На самом деле Оглушение Чего-то срабатывает Этот минусуется сразу же Давай паралич сюда И это тоже освободилось Попробуй Попробуй вот так Так, раз Танк немножко Убит, но это мелочь Сразу после того, как заканчивается действие одного заклинания Я приступаю К следующему Ай Поэтому попасть сложновато Молнию Да, тут урона достаточно мало Чтобы наносить приличное количество Поэтому Надо было начать с другого Так, бобер Паралич когда? Паралич еще работает Поэтому давай Молнии 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 Плохо А еще Атли у нас Тупит Помаленьку Хорошо Давай на себя щит Ты, подруга, давай Парализуй кого-нибудь Наверное, даже этого Товарища надо Ой, как отталкивает Хорошо Как мы его Замечательно Оттолкнули Бобер Все-таки пусть выпьет Может не пить Может Атли пусть его подлечь Что у него хороший хил есть Давай Мы успеть должны До выстрела Вот этих вот упырей А нет, сейчас один еще выстрелит И кажется я рану Рану могу получить Не, не получил А ты почему тормозишь, подруга? Вот так вот надо сделать Так, лечение сработало Давай этого Нет, этого не надо добивать Потому что Его и так сплощем Сейчас добьют Раз Имба Просто имба Три мага С правильными сигилами Творят чудеса Настоящие Наносят сумасшедшее количество урона И Продолжают это делать Ой Хорошо Дальше можно вот сюда вот И вот так Быстро откатываются Законения Что-то Немаловажно Пролечи Поронение Ну, 99 урона Призрачная стена Стрела наносят Этот падает Ну и переключаемся На этого упыря Оглушение Еще шок И еще электрошок Сейчас бах-бах-бах За один каст Две секунды Он умерет Раз Давай Два Три Двое Раз Отлично Работает Схема Работает Когда уже будет понятны игрушки Дум будет следующим Возможно с челленджем Копье После этой игры Да Это что такое А Копье мы можем сделать Чтобы С пробитой части стены Мы добираемся До механизма Который управляет Собственно воротами Открываем Не заботились они о том Чтобы Как-то исправить ситуацию Да И как сцена Ворота с нами Правда Закрываются Ух ты Прямо по курсу О, эти уже посерьезнее По характеристикам Плюс Это Двуручи Они Много урона В принципе Наносят По Ауешного типа То есть Их По-хорошему Надо Надо Ой Там Прям Прям Народу Серьезное количество Не дай бог Еще бы справа Пацаны Подтянулись Здесь я лучше Не буду Ну не буду Прям Аркадец Зачем Аркадец Правильно Улучшение срабатывает Мне кажется Что Надо вот так Сделать будет Наверное Вот так Еще сделать будет Так Если ты оглушен Точно 31 всего лишь 60 Помоги У них разные резисты Принципиально разные По воле И по уклонению То есть Там Или Или защита от магии Просто у них Разная Хотя Они 98 100 Так Здесь же Можно сразу же Почти Этих Подконтролили Оглушили Работаем Не хватает Чуть-чуть Чуть-чуть Подойти поближе Наверное Взрыв Сделаю Сначала Потому что Он Наносит По крайней мере Чистый урон И вот Эта вот Обилочка Тоже Могильного Света Стандартного Пока у них Просто не полный ХП Точнее полный Наоборот ХП Эффективность Данных Заклинаний Вот этих Вот ключевых Моих Она Не очень Хорошая Вот А дальше Можно работать Дальше Можно и Нужно работать Танк Великолепно Там Стоит Вот так Хорошо Было Паралич Но Знание Аплывается Как вы видите Ну и Один Ужигов Сейчас 99 С3 Это Все Чистый Урон Влетает Так Паралич Убегай Делай Ты наверное Тоже Вот там Делай Часик Здравствуй Горит Тополь Тополь Привет Конечно Не в чатике Но Хочется Поздороваться Тогда Не оглушен Оглушен Что Немножко Ну Сейчас Этого Добьем Достаточно Быстро Дальше Переключаемся На второго Благо Заклинания Откатываются Довольно Шустро Можно Наверное Даже Убрать Акту Паузу После Окончания Хотя Нет Это Как раз Опасно Подходит Следующий Опять же У него Проблема С тем Что Он Он Скорее Все Получит А не Не Получит На контроле И на КД А только Вот здесь Парализация Есть Ну Разок Выстрелит За всю Свою Жизнь А дальше Уже Уже Влетает Основательно Влетает Не Докастовала Я Бобром Но Этих Трех Заклинаний Может Даже Хватить Для Того Чтобы Его Опустить Очень Быстро Там Прогрессия Получается В зависимости От Недостающего Количества Хитов Опа Эликсир Сила Так Сила Это Не Так То Просто На самом Деле Потому Что Силу Я Был Фуге Которого У меня Нет И Не Стал Был Тратить Ее На Других Потому Что Сила Для Танка Особо Ничего Не Принесет Она Не Для Урона Бралась Давайте По стене Вижу Что Есть Лут Народ Тут Довольно Много Но Убиваются Они Видите Шустренько Шустренько О Выносливость Выносливость Кстати Есть Не буду Отдыхать Потому Что Ран Нет А Есть Бонус После Отдыха В Так Давай Парочку Возьмем Бобру И Парочку В себе Давай В инвентарь У Остальных Вроде Бы Вот Так Не Очень Лучше Пару Мелких Тоже Отдать Престу Окей О Мистер Мэднес Там Не Проскраливается Есть Сегодня Только Этот Баг Репортили Что Если Картинка Есть Не Проскраливается До Следующего Сообщения Работаем Ловушка Еще Одна Проявилась Но Он Попал Еще На Эту Ловушку Давали Я Пожалуй Вот так Подойду Чтобы Был Сори Давай Ятли Взрыв Хаос Хорош Тем Что Он Откатывается От Битвы К битве Справа С крон Не Забыть Взрыв Взрыв И спук Пошел Контроль Тут Что Еще Нужно Я только Слегонца Промахнулся Давай сюда Электрошоком Ауе Там Хороший Может Ты Нужна 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 Была Уешка Уже Такая Вот На двоих Что От бобра Что От Атли Пусть Будет Наверное Эти Эти Умрут Скорее С двух Законаний Раз И второе Два Да Почему я Выцеливаюсь Своим Не могу Понять Два Все Ну Этого Добивали Просто Легко И просто Еще Можно Покрафтить Там Хорошо Еще Армора Взять Еще Знание Потянуть И Возможно Появятся Новые Сиг... Опачки Кольцевое Лезвие Уникальное Оружие Бронзовое Кольцо При убийстве Двуручное Оружие Безупречное Точность Десяточка Урон Хороший 28-37 И Главное Притяжение Колец Обилочка Которая Типа Фармит Бабло О, Понти Привет Такое-то Трогательное Видео По окончанию Стрим-марафона Я сначала Когда зашел Увидел Что Гудгейм На месте Олимпийского Огня Подумал Что Это Как бы Двойной Смысл Все дела Ну Как Хотя Ничего Плохого В этом Нет А потом Понял Что Все Закончился Стрим-марафон До свидания Наш Ласковый Мишка Отправляйся В свой Сказочный Лес Так А тут Тут позиция Вообще Очень хорошая На мой взгляд И Надо сразу Наверное Добавлять Контроля Вот Такого Плана Просто Чтобы Гроза Доставала Тут Тут Можно Фаерболить Все Рано Чуть Чуть Да Подошел Бы Мне Нужен Какой-то Контроль Или Или урон Наносить Сразу Урон Сразу Наносить Грозач Спадет Но я контроль Наверное Главным Своим Героем Буду Делать Потому Что Он Ну Потому Что У него Есть А Пройти Не Может Стоп Давай Назад Надо Вот Эту Вот Штуку Сделать Разок И Все И Вопрос Закроется Тебе Буду Подлечить Себе Подруга Сейчас Взрыв Хаоса Дальше Не Стоит Наверное Прям Сейчас Сделать Ауе Потому Что Потому Что Они Сейчас Раскидаются И По Всем Не Попадет Вот А Сейчас А Сейчас Надо Делать Серию Ауешек По Трем По Четырем Людям Что Делаем Пока Мы Достаем Эти Ауешки Все Раз Два Очень Много Контроля Но Сейчас Будет Разваливаться ТП Становится Меньше И 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 Вот Еще Хорошее Заклинание Тоже Ауе И У всех Оно Есть Еще Рейндж Отличный Сейчас Вот После Следующего Вот Этих Двух Трех Заклинаний Должны Полечь Все Кроме Нет Кроме Трех Двое Умрут Минус Один Минус Два Минус Два Минус Два Ну там Еще Одна Не Докастовала Но Кажись Все Рано Не Умрет Минус Три Да Умирала Ну тут Аккуратненько Так Это Добьет Дальнего Эти Добьет Ближнего Вообще Изейшее Изейшее Бобер В смысле Повелитель огня Получает 18 уровень Я не знаю У него максимальная Смекалка Максимальная скорость Каста Ну такая Которая без штрафа Идет Я наверное Ему буду Брать все таки ХП Учитывая то Что играем на максималке И с Одним сейвом Так лучше Нужно определиться Между двумя Обилками В ветке Лидерства Чтобы Перед тем Как взять Бессмертного С кд 10 минут Призывает Знамя 4 метра Здоровье 9% Каждые 3 секунды Полминуты И урон 50% Жуткая вещь Очень нужна Но нужно Определиться Что я возьму Хотя могу взять Любой Не только из этих двух А что-то повыше Еще Это из режима Скрытности Воля командира Союзники В области действия В принципе Можно волю командира Взять 15% Урона Полминуты Радиус 5 метров Неплохо Дроплети По мере Возрастания Страха А кто Меня больше всего Боится Из моих Подопечных Такой вопрос Никто Вообще Не боится Распустились Офигеть Только лантре Немножко Но это Так себе Тема Можно взять Второе Дыхание Типа Один раз Забой Потеряв Большую часть Здоровья Да Сейф Обилка Очень хорошая А причем Это не последняя Еще Да Давайте Сейф Обилку Короче Третье Восстановление ХП У всех Когда Вот тебе Все У тебя Все плохо Здесь Доспех Несломленных Тяжелая Броня Ну там Уникальные И Неплохой Армор Продвигаемся Что это такое Там где бушевала Буря Невероятные Силы Из земли Выступают Огромные Каменные Шипы Сорванные С тела Солдат Оружия Доспехи Доспехи Неверо Камень Наглядный Пример Гнева Кайроса А я Еще Знание Жапнул 178 Теперь У меня Знаний Поэтому Чисто В теории Хотя Не сильно Они Апнулись Здесь Вообще Лучше Не могу Ничего Выбрать Да 175 Так себе Вижу Лут Еще На стене Вижу Еще Группу Ой Скрипт А кто Врывается А это Опальный Скорее В крепость Регент Отступает Ко мне Отступаем Но Защищаем Цитадель Любой ценой Защищаем Но Отступаем Тиран Привет 300 рублей И сообщает Миша Привет Спасибо За марафу Это было что-то Переживание Интриги Контент Динамика Положительная А это Главное Передай Привет Женьке Хорошо ПС Покажи Сердечко И сделай Мур-мур-мур Пека Удачного Стрима Дотер Спасибо Тиран Большое За все Вот Я подхожу И начинаю Сразу Взрывать Танцпол Ну а потому что Надо снимать ХП А тут Кто свой Кто чужой В конечном счете Все как бы Не очень И надо им Им все-таки Да Мочить В общем Их нужно Так Бобер отстрелялся Давай Тоже 66 Такое Ау Е Классно Так Ты тоже 6 Или подойдешь Немножко Подойди Чуть Чуть Получится Достать Да Хотя бы Частично Дальних Так 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 Окей А это Ты отстрелялся Да Окей Все Подвоим Сейчас Бобер Дальше Еще Бобер Они еще Друг с дружкой Продолжали Биться Что Конечно Абсолютно Неблагоразумно Разве Это важно Кого Это Волнует Падают Они просто Падают Я главное Слежу Чтобы Чтобы Никто Не застаивался Чтобы Все Все Кастовали Ну Все Кастуют За исключением Танка Которые Особо Там Не Не Алло Но На него Че Должно Уравняться Но Он особо Урон Не Наносит Очень Много Контроля Очень Много Урона Параличи Влетают Великолепно И Танцируйте Так Бобер 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 Надо было Знаете Как Показать Сердечек Вот так Вот Подходи Хопа Чтобы Хоть какая-то Интрига была В следующий раз Обязательно Сделан Дотера Совсем Офигели Что-то Хотя Я Дотер Нормально Отношусь Кодекса Правда Смотрю Больше Все Вообще Изи Ворвались Семь Человек Изи И Все Привет Бобромейдж Кожный Доспех Продажи Это Деньги Мне Деньги Пригодятся Конечно Не всем А Вот Можно Залезть Попробовать По веревке Я не уверен Что у меня Хватит Навыка Чтобы Забраться А нет Хватило Там Какой-то Луч Помните Видели мы Снизу Вот Опа Дегерок Железная Пика Просто Ну Тоже Скидываю Так На продажу Мне Нужны Уникальные Магические Посохи Легкие Доспехи С низким Восстановлением Для магов Желательно Тоже Уникальные Чтобы К знанию Прибавляли Тяжелые Доспехи В первую очередь Тяжелые щиты Ну хотя Щит Уже Мы у Атли Обновили Правильно Да У нее У нее Тоже Время Восстановления Хотя Это фигня А вот Увеличение Скорости Перемещения В бою Это Приятно Так И Я вижу Что появились Новые Новые Бутылочки Опять Даже Привалов Не тратим Даже Не тратим Привалов Понимаете До чего Как Как Зажрался Это Жи Все Есть Всего Хватает Железные Сливки Тоже Для Крафта Нужны Не только Железные Любой Любые Материалы Пригодятся Так А тут Стоят Да Товарищи Ну Я их Лучше Тоже Как То Сгруппирую Потому Что Их Шесть Человек Извините Меня Между Прочем Это Не Хухры Мухры Шесть Человек Между Прочем Давай Вообще Кастуют Что А почему Грозу Нескастовал На старте Вась Давай Гроза Раз Давай Превентивно Вот так Вот Два Отли Давай Щит На всех Три Так А танк Мог Тоже Что Нибудь Полезное Сделать Даже Пусть Это Был Фейербол С 50% Вероятность Ничего себе Сразу Сбивают С ног Ироды Ну Давай Тогда Поставим Его В Парализ Пошла Гроза Я бы Еще Взрыв Кастанов Но Для Того Чтобы Кастанов Взрыв Нереально Нужно Мимо Мага Пройти По Другому Не Дотягиваюсь Просто Не Дотягиваюсь Там Очень Хороший Контроль Оглушение Масса Я бы Даже Пошел Чуть Вот Так Вперед Только Чтобы Бобра Подвесить Да Как Ты Взрывайся Михаил И Атли Тормозит И Этот Тормозит Все Тормозят Никто Все Наконец Хоть Хоть Как-то Мы Сейчас Будем Доставать Более Менее Доставать До Людей О Так Так Пока Так Работаем Атли Отстрелялась Дальше О Там Пробивает Кстати Может мне Раскидать Пока Параличи Или Оглушение Я Что Пошел Сразу Доповесить Это Как-то Ну Не Очень Хорошо Давай Еще Проличь Там Уже Подруга Наша Танк Давайте Что Такое В Кучу С Да нет Высасываем Просто Жизнь Так Ты Тоже Вот Поэтому Пожалуй Танк Держится Надо Дать ей Должное Волна Отчаяния Еще Один Конус Классный Надо Рейндж В первую Часть Аплодис Кому Конусу Падает Первый Пошло Поехал Сейчас Можно Сделать Что-нибудь Вроде Песенки Уже Добрый А там Развалились Как видите Практически Все Уже С Красными ХП Тут Каст 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 Минус Три Человека Раз Два И Три И Потом Последний Которого Тоже Шансов Нет Вообще Настолько Настолько Просто Становится Играть Именно С Конкретным С С С С С Который Под чистый Урон От Недостающего ХП Что Игра Я даже От фуги Отказался Видите Насколько Насколько Все халявно Ну не стоит Конечно Расслабляться Потому что Вдруг Босс Вдруг Катсцена Тут еще Лут Можно было Пропустить Если бы Пошел сразу Опа Железный шлем С шипами Ну без Забилок Это просто Тяжелая броня Лесом идет Привет Саша Темзин Был Какой Челлендж Кроме Зала Вознесения Да Были Так Самоцвет Удача Талисман Отражение Критических Попаданий Меткость Попадания 5% Это Опять же Фуги Безошло Но Но не Танку Точно У танка Кажется Более полезные Именно Чисто Танкующие Вещи Отражение Задиваний И Навык Исполнения Песенки Поем Был момент С загоном Опасный Весьма Когда После Достаточно Сложных Боев В конце Там Кажется Десятой Трансляции Или девятой Просто Кат-сцена Восемь человек Подходят Отступать Некуда Но там Разобрались Был Момент Еще С Этим Архивом Когда Там Только Один В живых Остался Еле-еле Ну и Зал Вознесения Да Тоже Наверное Даже Второй Момент Был Так А это Что у Нас При попадании Осматриваемся Тут Вроде Спокойно Все А И там Сразу Спальня И вот Уже Это Опальня Сюда Пробрались Уже Ой Меня Кажись Готовят Так Давай Я Выносливость Еще Накину Какую-нибудь По Плотненькую Выносливость Вот сюда Вообще Ей бы Хорошо Еще Что-нибудь Такое Типа Бонус Брони Защита От Магии Резурект Есть Хватит Смотрим Димитрис Я долго Ждал Чтобы Закончить Начатый Регент Ты уже Достаточно Насиделся Здесь Со своей Трусостью И позором Не так Ли Он Вытягивает Оружие Если Будешь Молить Меня Смерти То Я Сделаю Ее Безболезненной Привет Бавров А Чего он Лезет Один Против Сколькирых Получает Семерых Из тех Кого Мы Видим Если Хочешь Увидеть Меня На коленях То Тебе Придется Поставить На них Мой Труп На забаву Своим Ублюдочным Солдатам Но Не Говори Мне О Трусости И Храбрости Только Благодаря Магии Кайроса Опальные Смогли Одержать Победу Вверх Уверен Что Даже Армия Вшивых Крыс Одержала Б Победу С Такой Поддержкой Да Ты Взял Легионеров Заложники И Побоялся Встретиться С нами На поле Боя Трус Да Я Заслужу Благодарность Аж Когда Принесу Ему Твою Голову Никто Во Плоте Не Будет Оплакивать Твою Кончину Бертин Тоже Привет Передает Чатику И Всем Остальным Что-то В манере Регент Меняется Когда он Замечает Ваш Взгляд Итак В стычку Вступает Вершитель Судеб Должно Быть Ты Посчитал Что Расклад Будет Не В Твою Пользу Если Привел Такую Большую Группу Поддержки Какую Поддержки Он Один Стоит Хоть Мне Приносит Большое Неудовольствие Видеть Себя Вершитель Судеб Но Я Хочу Разобраться С двумя Проблемами За Раз Твердень Учасовых Получат Опальные Непрезренный Предатель Я Положу Конец И Регентом И Опальным Напомни Мне Кто Ты Ох Мы Пересекались На Войне Но Ты Слишком Был Занят Тем Что Заботился О Себе Чтобы Замечать Простых Рядовых Не Так Ли Вы Собираете Закончить Эдикт Переливая Из Пустого В Порожнее Пока Я Не Умру От Старости Он Сильнее Сжимается В Руках Оружие Твердыня Часовых Моя Вы Все Умрете И Регентом И Опальным Тебе Нужно Было Поступить Правильно И Закончить Эдикт Самому Стрейдус Твоя Обязанность Я Больше Не Намерен Выслушивать Твои Суждения Я Действовал В Интересах Оплоты Если Я Умру Сегодня То Умру Патриотом Единственные Патриоты Здесь Это Те Кто Пришел Воткнуть Знамя Опальных В Твой Дряхлый Зад Давай Закончим Эдикт Вместе Старик Идут В атаку А где Его Солдаты Я Не Пойму Нет Его Солдат Он Один Где Солдаты Такая Толпа Народа Ну Что ж Вызов Принят На него Все Будут Поэтому Гроза На него Раз Подходим Два Подходим Три Может Быть Это Ошибка Что Я Подхожу В общем То Но Хочу Экшн Ой Куда А что Он убегает Я не понял Что Это Куда Куда Ты Побежал Друг Давай Со мной Стоять Тут На входе Смотри Как Классно Гроза Пошла Раз Два Три Подруга Тебе Бы А он Меня Атакует Ты Нашел Самую Самую Не Очень Цель Поверь 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 Мне Пошла Гроза Ну и вот Разворачивают Пошло Оглушение Ну и Настоящий Экшен Работаем Просто работаем Взрыв Хаос Опять же Не хочется Делать Четыре Человек Впереди Двойная Гроза Причем Ах Там Зашло Хорошо Вон Смотрите Сколько Какой Хороший Урон Какой Замечательный Урон Оп Люди Падают Так Это Давай еще Вот так Сделаем Но урон Нехороший Сейчас По бобру Попало Ей Как бы И попало По бобру Сбили С ног Еще Танка Между прочим Врата Таратоса В противнике В области действия Вытягивали В качестве Здоровья И попробуем Что за Заклинание Такое Это Типа Ульты Хаос Так И так Еще Давай Так Пошла И И все То есть Вот ты Оказалась Здесь Да В самой Гуще Блин Событий Что Не отступить Не пройти Не проехать Разворачивайся Назад Подруга Тут уже Все Не так То просто Я бы даже Накастовал На тебя Щит Если бы Дотянулся Конечно Можно Мне Нельзя Ладно Аганы Там Лечение На всех Сработало Крайне Неприятное Но можно Сделать Орюбурь Очень Эффективным Ошламление Паралич Давай Какую-нибудь Ауешечку Раз Вот Ха-ха Смотрите Дрррр Дрррр Такой Вот Просто Если Взглянуть Что произошло За там Секунду Какое Количество Всего Влетело Сума сойти Так не сложить Все Быстро Не сложить Не попадает Так Этот Упал Ну Герой Который Ключевой Лечись Так У Атли Проблема Здесь Будет Кого-нибудь Да Пролизовать Переключиться В принципе Наверняка Есть Что-нибудь Такое Ауешные Замедление Времени Можно было Сделать Комбы Пропускаем Огненные Снаряды В принципе Можно Зарядить Но это Позже Наверное Пока Будем А вот Жж Ёжик Парализовала Атли К сожалению А этого Ты добьешься Копай И стреляй Вот им Умирают По два Человека Все здоровые Все Все здоровые Все зеленые Никаких Вообще Проблем Нет Добрый вечер Хакер Почаще Часто Считать Что вам Там не скучно Было Сильнее Понимаю Что игра Весьма Специфичный Все Способны Выдержать Станово Что Пролично Прошу Бобер Ну пройди Ну прошу Тебя Давай Так Парализуем Так Делаем Так Делаем Нет Все И Минус Там 8 Человек Остался Герой Молодец Сейчас поговорим С ним Напоследок Зря он не пошел На контакт Я особо Ему не дерзил Вроде бы Видимо Репутация Стрейдус Иродин Лежит На земле Окровавленный И поверженный Он вытягивает Здоровую руку Бросает оружие Если бы Только у меня Были силы Чтобы Презирать тебя Но боюсь Бой Меня их лишил Значит Вот он И настал Конец Моему Правлению Что ж Давай Я хочу Встретить Свои последние Мгновения С достоинством Так Амелия Тут Причем Откуда Она взялась Один из солдат Стрейдуса Встает между вами И Иродином Срывая С себя шлем Я не позволю Тебе Этого сделать Откуда Ты вообще Всех перебил По силе Ее взгляда И волевому Подбородку Вы понимаете Что это Женщина Мужчина Ну в смысле Что это Женщина Родом Из благородных Семейств Севера То Что она Носит Снаряжение Несломленных Сбивает Вас с толком Пока вы Не узнаете Это дочь Грейвена Аш Амелия Кое-кому Из нас Не помешало Объяснение А кое-кому Не помешал Бы крепкий Напиток Но я же Не вламываюсь В твой дом И не убиваю Всех на пути Графину Она качает Головой Бесконечные Бесконечные Запасы В погребе Но Ничего Что можно Было бы Перегнать Очень интересно Я уже Не та Северная Воевода Которая была Она морщится От самой мысли Оставшись В стороне От конфликта Я могла бы взглянуть По-новому На это завоевание Она смотрит На вас С мольбой В глазах Мы были Неправы Кара свел Нас с верного пути Столетия назад Мы пошли На юг Чтоб доделать Работу Влады В лады Она Ана Работу Разве Ты не видишь Что Ярус Это наш Последний Шанс Все Исправить Амелия Голос Регента Смягчается Тебе Не нужно Больше Ничего Говорить Так, ты была пленницей, что произошло Почему ты сражаешься за оплот Сражаться за регента, это измена Регент побежден, крепость наша, будешь содействовать Ни за что Я знаю, какие бесчинства Ты и остальные подчиненные Тунана Могут нам устроить Я знаю, что мой отец делает с предательными перебежчиками Слушай, я твоего отца Мой отец У него срывается голос И ей приходится несколько секунд подбирать слова Я люблю своего отца Но ничего, ничто по сравнению с любовью Но это ничто по сравнению с любовью Которую я испытывала к отцу моего Ооо Амелия, замолчи Строидо смотрит на него в отчаянии Все кончено, ты понимаешь? Я умираю Сохрани свои силы для более важных вещей Эх, старик-старик Дочку врага Вы понимаете, да? Стрейдус Старикан Взял в плен Ну, понятно, что с пленницами иногда делают но он прям 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 к отцу моего да есть еще порох да молодец вообще дед может хорош я завидую завидую отлично мне так 90 поехали он поворачивается к вам с решительным выражением и вы понимаете что он потерял столько крови что едва может это выражение поддерживать я последний из регентов если ты хочешь закончить эдикт бурь то я принимаю свою судьбу последний шанс регент и закончишь эдик сам атаковать ненавижу извини регент это неизбежно ты закончишь самый прикончить себя чтобы закончить эдикт нет вершитель судеб мы так не делаем можешь назвать меня твердолобым но мое положение чувство собственного достоинства не допускают меньшего если так сильно хочешь закончить эдикта тебе придется взвалить на себя это нож изи просто прежде чем вы успеваете что-то предпринять вам дается краем глаза заметить как амелия поднимает свое оружие амелия стой стройду сморщится едва собрав силу возражений ты должна сдержать свое обещание помнишь посуду не помыла сосредоточенный твердый настрой амелия превращается в смиренность а на отрыве стыкивает покидает комнату все я ухожу бросив на вас перед выходом убийственный взгляд ох жити баба женщина тяжело с ними как а амелия исчезает в другой комнате не в силах смотреть на то что вы собираетесь сделать гнев увеличивается алый хор ес гнев увеличится опальный прекрасно гнев увеличится не сломленный великолепно ой все да 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 стройду становится перед вами на колени и подставляет шею прошу тебя по щаде не ради меня но он закрывает глаза и тяжело вздыхает давай уже сделай это давай трус нифига себе трус я тут всех твоих перерезал молчу убить последнему врагу оплота пришел конец капитан тонет вместе кораблем тум а ты умрешь трусом на ка вы поднимаете с пола упавший меч и вонзайте его в сердце стрейдуса и родина убивая его на месте тело стрейдуса падает на пол и вы в молчании смотрите как вокруг него растекается лужа крови воздухе ощущается напряженное ожидание она ничем не разрешается нет ни в спецкомагической энергии ни чувства облегчения которые вы почувствовали в зале вознесения вы слышите вой бури снаружи понимаете что эдикт не закончился а почему же не закончился регент надо кровь пролить последний регент должен пасть это сказала что дороже моего от осеклась и убежала ой мочить я считаю надо мочить и девку условия дикта были ясны нам поясняют если кто в танке бури будут бушевать до тех пор покажи в рот регентов что-то здесь не так сеет маленькое зернышко сомнения игра нам с другого конца зала вы слышите слабый крик крик младенца и тут вы все понимаете да что она обещала позаботиться все дела но она же красивая ну слушайте ну можно не сразу убивать а что защит верное обещанию речи носили три поколения регентов оплота в первую очередь он ассоциировался с их воинской доблестью клятву данную которая пообещал что никогда не позволит оплоту тут нет характеристик но сами но смысле дополнительных аффиксов но парирование клонения выносливость вообще лучшее что я видел поэтому я возьму и все еще посмотрим вот вообще все лучше 778 восстановление плевать до легкость быстрая ходьба ну кому она кошмар какая она плотная все-таки а танк безумительным посмотрите что творится 30 30 35 30 30 20 17 17 23 броня парирование уклонение 122 127 давай нападай кирпичик неровно ой сигилы залп и ударной силой упреждение лесом число поражающих элементов направленного воздействия может сейчас всякие касание молнии а если они будут действовать с чистым уроном я чую имбу ребята я ее буквально ощущаю а ну ясно это будет замена текущего сидела ударной силы понятно что я могу забыть у меня снаряды хрен с 2 может на лечение можно поставить а тут то хилл неплохой погодите-ка можно поставить хилл время восстановления союзника то есть он будет быстрее еще действовать точность лесом идет навляем этот хилл как баф будет еще использоваться на 3 заклинания мне хватит может даже на 4 с восстановлением опа а ты откуда взялся гротите а это она приоделась просто или по-другому нет она также выглядела просто не посмотрел не переградив выход амелия смотрит на вас глазами полными слез но с искорками угрюма решительность ее отца она надела снаряжение опальных чтобы выступить против вас могла бы сбежать не подходи к моей дочке тебе ее не получить так ну я считаю надо тупить твоя дочь последний регент теперь когда-то убил стрейдуса и родина она им стала амелия выпрямляет спин смотрит на вас с вызовом она никак не связан ни с камеросом не с эдиктом у тебя нет права судить ее только потому чья у нее кровь ты знал что это продлит эдикт мы подозревали что из окровной линии моя дочь может оказаться связана с эдиктом кайроса но я ничего не знала точно до сегодняшнего дня вообще молодец короче это это типичная типичная тема я ж мать просто ну так получилось ну получилось теперь вы во всем виноваты чертов ваш кайрос вы не имеете права я тут понимаете ли наплевав на на эдикта решила поэкспериментировать с возлюбленным пожилого возраста а вы тут мне не нравится этот эдикт говорит если тебе это интересно хорошо она определилась хотя бы с эмоциями не нравится ей не нравится эдикт он разрывал благородное королевство на куски обрушил столпы их культуры погубил несчетное количество жизни слушай давай попроще он испуск она испускает тяжелый вздох и напряженный взгляд твердеет но у меня есть ответственность перед народом оплота я должна сохранить его наследие и правительство мой отец и другие архонты уничтожили этот народ мы с ней что мой отец и другие архонты а уничтожили народ мы с ней амелия смотрит на кроватку потом быстро поворачивается обратно к вам мы сможем собрать все воедину как ребенку жить как ребенку жить зная что если тебя замочат точнее не так даже все вокруг будут знать что если тебя замочить то все будет хорошо понимаете как это возможно мой мой союз теперь это так называется со стройду сам младшим поэт младше был не старший то есть она и со старшим подождите подождите тут все серьезней даже при таких воспоминаниях амелия не теряет вейс воинственной решительности он ты ж мать он проявил ко мне доброту в этих стенах рассказал обо плоти о ярусах о культуре наследие он тебе не только об этом судя по всему рассказал которые сделали этих людей гордостью королевства так хорошо он умер в третий год завоевания понятно копье опального про приколола его к земле очень интересно за которой он сражался прям пафос и он так с нее не поднялся хорошо регент остался в твердыне часовых чтобы ее оберегать эдикт был предназначен для него они для нее ну как же ты же надо читать эдикт это документ как бы все знают он коротенький он четкий моя дочь не станет очередной жертвой завоевание кайроса уже стала в ее венах течет кровь север никто не вправе забирать у нее жизнь спорим так узбогой за милия должен быть другой с бозом амелия все еще держится на страже не хочет ходить от дверного проема мне не хочется и на самом деле помогать учитывая то какая она странная что мы вообще можем сделать садик там бурь кровь регента течет в венах моей дочери вот теперь она понимает все знание 97 отрекись от своего рода у тебя как мать регента есть на это право тебе нужно просто произвести слова нормально ох совершенно верно лантре облизывает кончик пера и переворачивает лист пергамента а поскольку мать регента родом не из оплоты не может занимать место регент и должно надеюсь оборвать линию наследования я не вправе отдавать преимущество какой-либо из концовок этой хроники но я бы с большой охотой назвал бы эту главу законное решение чем убийство младенца если бы у меня был выбор в ее выражении впервые впервые отражается надежда это действительно так просто канцелярская формальность чтобы пощадить невинную жизнь она горячится это одновременно удивление и от насмешки ржавый амулет дали если это сработает то я буду должна тебе больше чем смогу когда-нибудь отдать вот эдикт повредил эту безделушку она еще может пригодиться я амелия формально отрекаюсь от притязаний своей дочери на регентство оплота в том числе от всех связи договоров воссталов и имущества мы отказываемся от всех видов защиты и преимуществ положения связанных с древним родом она останавливается этого достаточно у очевку дали законник я очень надеюсь на это юная леди но мы сейчас на милости логики эдикта будем надеяться что этого формального жеста достаточно должно быть достаточно иначе лан 3 подчесывать лоб отворачиваться не закончив мысль у вас возникает знакомое ощущение воздух накаляется электризуется перед чем внезапно извергнуться ошеломляющими видим перед тем как внезапно извергнуться ошеломляющими волнами энергии что могущество пацаны могущество повелителя огня сначала вам кажется что поток рассеивающей магической энергии сдует плоть с вашей костей ощущения связанные с действием эдикта бурь но он также быстро утихает ну и тут красиво конечно эффекты что касается эффекта в заклинании все очень приятно красиво красивее чем в пиларсе ветра осаждающей крепостью тихли снаружи воздухе воцаряется неестественная тишина безмятежность который оплот не знал уже давно благосклонность увеличивается опальные благосклонность увеличивается не сломленную получилось ты спас спас мою дочь а ведь я уже не ожидал от служителей кайроса ничего кроме жестокость амелия смотрит на кроватку теперь у нас появился шанс на то что могло что могло так и не случится жизнь за этими стенами еще ачивочка на том стою твердым я чувствую как ветра утихают здесь все еще отвратительно но уже не так угнетающе лантрид делает глубокий вдох а потом морщит нос никогда бы не подумала что увижу как уничтожается столько трудов кайроса сбросить оковы этой бури кажется правильным как хорошо что волшебная вспышка гнева владыки наконец-то подавлена надеюсь понадобится еще один и дик чтобы вычистить грязь из под моей короны ваша мощь увеличилась мощь не переполняет блин с опальными прям про хотят неплохо стойкость а что мне за мульта далее амуль же дали ржавый амулет пассивно пробиваемая броня единичка при критических попаданий а можно ребеночка посмотреть ой вот я на это и рассчитывал детская кроватка аккуратно убранная абсолютно чисто в то время как все остальное в зале пока это пыль и железный к что крошки что поговорим спасибо что пощадил мою дочь вершитель тепло улыбается на что что я могу для тебя сделать прошу не тупи больше твои решения они как бы влияют на будущее не только твое но и твоего ребенка ты ж мать пока ничего в общем такая наивность конечно он рассказал он показал я не думал а так получилось вы не имеете права что же делать помоги мне хочется прям так вот я так потому что ну не понимают и это бесит так ну вроде все все это самое все закончилось да скованным мечом отправиться перепутье зверолова новая локация но перед тем как сходить в новую локацию я схожу апну знания по крайней мере и level получается тоже апну хотя блин не очень выгодно его повышать есть еще подозрение что то куда я не мог раньше пройти из-за бурьем это кажется было внизу а я мог справиться ну бас отсюда и не выйду даже о лут по крафтить бы проапгрейдить важные вещи скорее всего щит буду вот он не уникальный поэтому его можно усовершенствовать и или он уникальный но без свойства проверим хочу короче в шпиль хочу знание хочу уровне хочу хочу не фанда сегодня все выскажет твоим неприятие женских апризов мне очень повезло жену это не представляешь она не такая абсолютно мега разумная у меня прям ну и тут нахаляем вот роллова подчеркивание мастер поддержал ваш канал на 7 100 рублей и сообщает здравствуй здравствуй привет добрый вечер добрый смотрим твои стримы всей семьей с 2007 года спасибо тебе и чатику за весело проведенное время особая благодарность от деда за серию и к чему хвалит за смелость перед мутонными сам он их побаивается и всегда перед сном проверяет их под кроватью спасибо что так давно давно с на трансляциях здорово надо просто помнить мне постоянно что что нас много и многие многие давно давно ой так а в этом шпиле я что-то там мутил там кузне у меня да сейчас иду за знаниями для начала так не хочется от ли знания вкачивать блин выше левела по крайней мере ладно что есть у тебя давай рассказывай два свитка ты что хитроумие лесом велос изготовил ничего хиле за знаниями это как бы сомнительная вещь потому что знание только вот лантре возьмем раз два три четыре что очень хорошо и в текущий уровень уложились и может тебе тоже знание апнуть это как раз лучше уклонение они не парирование и прочее лабуда в другом месте это торговка насколько я помню ооо инсигния непоколебимость и три стойкости дает и непоколебимую стойку ёшки матрёшки преобразовалась инсигния вот это очень круто это прям очень круто так давай-ка доспехи обычные оружие обычные секиры там всякую лабуду даже вот это вот я продаю чтобы не захламляли они это дело до продаю я все скинул в стэш а в стэш вообще хаос творится и лучок же прекрасный мне есть каша продаю все не уникальное я не вижу в стэш и не вижу я неужели я ее скинул сейчас не не скинул куда ее послал а она просто осталась она сделочка пошла стоп а тут штрихи пробивание брони лесом знаю защитная форма лесу хорошо пока сделка столько лабуды ненужные ёшки матрёшки управление приливами да весь вообще хапчик продавать такой который ну не нужен мне не нужен ну ей ладно пока пока деньги есть сейчас идем как минимум грейдим мечик но в смысле щит управление огнем не нужно не управление огнем и стихи нужны я хотел поставить вот этот вот артефакт стойкости и на посмотреть что у нее стойкость же это у нас дэв ко всему до стойкость ну к ключевым воля ей как раз этого не хватает по выносливость воля и магия потому что уклонение этот вообще в копе плюс там еще обилка непоколебимая стойка у нее стойки кажется нет так что мы берем и вот так и что у тебя по защитным стало резком 29 50 40 80 плюс 6 так а стойко 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 нет стойко да есть нет это просто в исполнении или она типа еще не открыто открыто увеличивает у ближайших союзников стойкость также сопротивление сбиванию к с ног отбрасывание назад возрастает с известностью очень хорошо или это типа как предмет работает один раз между отдыхом 2 к стойкости защита от отталкивания от сбивания с ног окей теперь мы идем в шпиль какой да и сразу в кузне наверное хотя здесь тоже можно потренироваться но в кузне в первую очередь привет бостон почему холодный кос не качаешь потому что холод не стакается с сигилом по чистому урону от недостающего то есть там только молнии и могильный свет еще столько на них акцент делаю вот и закончил ковать что вот так вот они просто дают приносит какое-то количество ингредиентов да как-то я его о стоп истощение 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 рвение камня истощение это не совсем то что мне нужно ключевое это кузнец о холод и молния вот это интереснее я бы докачал молнии здесь до максимум здесь то а здесь единичку молнии бы сделал и тут тоже молниями бы а единичка на этом лаве хорошо ты как где что как вот мастер он почему-то наверху перешел спрашиваю а это можно тут поговорить что изготовил ничего нет для меня как так а где усовершенствовать можно здесь же где-то можно а видимо надо подойти и тыкнуть на что есть на продажу а по это интереснее сумречный коготь ночное время урон увеличивается лесом 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 так себе вещи еще рагус это новые рабочие я с ними просто не говорил мне не встречался не знаю что есть на продажу такой-то вроде по лучшему одеяние книга чеев ну тоже броня огненный урон просто хорошее качество да не стоит надо посмотреть что мы из текущих важных вещей можем прогрейдить в первую очередь конечно щит можем ли мы не можем кажись да нельзя улучшить тяжелый кожаный доспех шкур не хватает как так такая тебе же можно щит дать но он же получше будет я же где-то должен был еще я же могу изготавливать с кем-то говорил и изготавливал мне казалось что с главным а чертежи о презрение вытолкаю что вот так презрение новое появилось что-то там презрение на дуручка жизнь все равно не так важно копье так по есть ботиночки ерундовые весы милосердия ерунда тяжелая железная броня так себя афикс о сигил защита магии искусность только для сигил но рабочие заняты и другим изготовлением надо запомнить нужны шкуры еще и так вроде неплохо что-то я точно забыл но мне сейчас нужно вот сюда перепутье зверолова эти земли прорезают длинные похожие лабиринт каньоны в которых нередко теряются глупые путешественники поехали сейчас будет сразу два лава лапа на старте и по-хорошему я должен вернуться и докачать от ли знания например или кому нет не от ли а этому как его привет экс-рэйн спасибо тебе нести мэдис о кому-то плохо что случилось с тобой друг исследовать перепутье зверолова добрались исследуем вы замечаете солдата полу лежащего на земле в неудобной позе согнутой спиной сквозь слой грязи и крови покрывающие его потрепанное деяние вы различаете цвета и символы не сломленных ой плохое отношение каждый хриплый вздох дается ему с большим трудом хотя может быть там улучшилось отношение когда вы подходите он слегка поворачивает к вам голову но похоже у меня нет сил поднятия вверх поэтому пути могли бы пройти только те кто взял сумречный бастион если это ты то я умру с проклятьем на губах значит вот и все просто бей меня быстро у меня нет сил продолжать что произошло вы понимает голову и морщи смотрит на вас алый хор они гнали нас по этой пустоши нападая раз за разом похоже теперь они загнали за тупик в этом проходе я был в первой линии защиты когда моих товарищей не стало хор пошел дальше я думал что мне повезло что они не искали выживших через несколько часов я уже стал думать по-другому его сухая ловка быстро сменяет гримасу боли тебе нужна помощь могу перевязать будет марк гневается я вижу что оптимист но он изранен слишком сильно я могу применить исцеляющие заклинание но боюсь это лишь продлить страдания а резурект нет никак кроме ложной надежды боюсь слишком поздно но спасибо за предложение лучшая часть меня уже вытекла и впиталась в грязь важные вопросы я оставлю тебя заходится приступе кашля изо рта выплескивается безобразный поток крови он уже хватает просто воздух издает глухое клокотание наконец-то бездвижно опускает голову на груди перестает шевелить но мы тут винца пока вот хорошая штука оцепенение деле огромное количество трупов вижу часовых прям по курс а какое отношение реально у этих у несловленных гнев максимальный и минус 2 к броне у врагов ослабление на полминуты но еще благосклонность есть то есть можно развивать сейчас благосклонность так вижу алого представители алого хора поговорю пока с френдли пацанами здравствуйте на страже входа в импровизированный лагерь стоит войне сломленных с большими темными кругами под глазами полосы песка и ржавчины покрывают ее изношен доспех и обветренную кожу кто ступил на землю не сломленных голос стража дрожит от усталости все кто взял акте всех те кто в эти дни приходит на распутье зверолова каким-то образом вовлечены в войну говорить зачем пришел учти что без колебаний убью тебя чтобы перестраховаться наивно солдат смотрит на вас пристально и решительно я ищу клинок бесстрашный слышал что-нибудь слышала ли и слышал ли я о нем бесстрашно это всего лишь навсего легендарное оружие нашего народа поколение защитников оплота носили его в сотнях боев наверное наша история мало что для тебя значит если ты заодно с кайросом она зовет кого-то за своей спиной мать из у нас проблемы мать из выходит ну сейчас мужик разрулит давай поговорим нормально чего-то боец не словленных выглядит бледным и изнаренный на его мани на его манере держаться начинают отражаться те ужасы которые ему пришлось пережить но он носит свои шрамы и нервные подергивания с достоинствами ветерана мать из капитан этих солдат на перепутье зверолова и всех не сломленных он осмотрит вас ног до головы и кивает когда какая-то догадка формируется у него в голове даже так далеко на юг до нас дошли новости о приказчике тунана который прорвал осаду колодца вендриенов если ты пришел сюда чтобы повторить такую историю то позволь прояснить не сломлены не сдадутся так просто как гвардия вендриенов он медленно вытягивает оружие оставь клинок в ножнах я просто ищу они как у вас тут дела обстоят еще бесстрашно его взгляд становится жестким и суровым значит вы принципы не более чем понятие расхитителя гробниц парочка вспоминается я готов отнестись с уважением к патриоты даже такому кто не понимает степени своих бесчинств но ты лишил эту войну какой-либо чести которая у нее могла быть после всего что я слышал о тебе ну я ожидал больше давай нападай пусть не сломлены и загнаны в угол но у нас еще остались силы сражаться достаточно чтобы держаться гордо и защищать традиции оплота он взмахивает клинком в воздухе чтобы собрать своих солдат один на один слабо работаем подтягиваются брусуки паралич внезапно наступил не расстраивайся главное там не расстраивайся так сейчас я еще подожду когда дойдут брусуки остальные а давай оп бедолага какой он это пора уже пора бедные бедные несчастным столько жить столько их разрабатывали все зря бывает какой-то упырь глупость че умираем помаленьку да ой мать из там хопа сверху на 116 неплохо на 2 лава лапы срабатывает причем танка так серьезно прибывает но на этом все за 7 все ну и сколько он мучился изи так 2 в лава лапа танку наверное хп все-таки дальше смотрим что могу я бы хотел здесь и дошел до до вдохновения что самое главное ооо в начале боя сирин рефлекторно вскрикивает защищая себя и ближайших союзников 5 метров на 12 секунд магия воля выносливость хоть если доходить сюда 12 очков 1 2 4 7 9 10 11 12 дам нужно что-то использовать не хочу арии не хочу арии вообще пассивочка повержена не нравится мне эта ветка эти посмотрим что здесь можно сохраняемое дыхание можно еще дыхание апнуть радиус действия защитных песен возможно ооо ария отдыха случайно негативный эффект мастхэв устраняет случайно негативный эффект просто а нет это это 6 дыхание еще требует тогда давайте защитный крик дальше разберемся так и ты подруга да ты подруга что хотела скорость каста дам босс что он активировал премиум на вошли в бостон хотя там хакер кажется разыграл но все равно молодец бостон успел магия приливов это броня это вообще лесом идет тоже лесом есть нужно искать что-то причем желательно опять же пассивные о сокращение длительности вражеских воздействий до 80 процентов халявы прям вот реальная халява можно еще попробовать ей потому что еще бою рам не получили разобрались получили топор модификатор крита четверть пробивания бронит 11 безопречное качество никого нет потребности в двуручах поэтому увы был лагерь нет лагерем кто виноват я не виноват сами полезны ловушка вижу но еще партии пять человек шесть человек и ранджевики есть я пожалуй их все-таки соберу ну чтобы они как-то кучнее что ли встали ну хватит вы же не видите ничего они все видят а теперь можно поехали работаем 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 быстро 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 подходим 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 здравствуйте атли раз бобер на пофиг беги бобер ну ты бейся бобер взрывается опасный бобер взрыва опасный давай грозу еще бобром тоже сверху грозу ну чтобы как-то под подконтролить под нанести урон какой-то потому что то что защиту тут все гроза пошла раз и уже можно работать лучше не пойдут можно поймать оглушение оглушение ты заморозок ну и не какой-то урон еще старт мы получили что немаловажно что немаловажно этого добившись по посту раз этого глушим этого добиваем так это объем так давайте ребят давайте остался один там кажется еще один шестой который не не определился там и не побежал за остальными но он оказался самым грамотным по факту потому что стал пожил немножко дольше о это герой 130 130 100 110 вот кстати надо зафиксировать что там по защитам 120 28 30 50 80 вот она хоп и сразу кричит да только на союзников что ли это работает штука похоже да не на себя вроде тоже защита магии и воли кажется там было парализуем бьем пробегает парализуем конечно 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 пробьешь мне естественно тут три человека с парой заклинаний по контролю ты конечно же конечно же справишься действует на тебе еще на еще и еще он не выходит из-под контроля не выходит просто этих двух на них хватит даже одного добавлено примечание скованных скованным мечом вы встретились вы встретили смертельно раненого солдата до обыщите тела убитых не сломанных возможность зацепка которая придет к бесстрашному ну тело есть зацепка тоже записки ирандиса эти записки написано в спешке очень грамотным человеком в них описываются неустанные попытки вербовки ватагу алого хора которая преследовала не сломленных помогили клинков также там много отсылок бесстрашному старинному мечу не сломленных и описанных неудачных попытках отыскать этот клинок на одном из листов изображена схема напоминающая карту могилы клинков на которой в восточной части старых стен изображен меч теперь отображается на карте мира можем за клинком идти так это ерунда это ерунда забрать бесстрашного просто задача такая не самая хитрая а почему сейчас скинулись все все задачи вот такой же было я не могу понять когда она срабатывает когда не срабатывает я думаю надо делать все таки убирать уже эту паузу что кажется что я могу без паузы в большинстве случаев действовать а ясно не но сложность там не не нужна стоп и нужно автопауза начало боя до автоматически забыли замедление битвы до член отряда прекращает использовать способность ну и соответственно контролить как получается пока ты перезарядки идет у меня есть возможность поконтролить я конечно хуже чем чем если я с паузой был в плане эффективности но учитывая то как здесь люди быстро умирают не думаешь критично так явно будет лучше почти реалтайм сейчас будет опа меч да ладно это он имперская железная фальката просто любопытном месте там гора трупов много лута видимо есть какой-то выход отсюда судя по всему нет это аронмен это айронмен максималочка и айронмен попробую игра несложная об обнаружено ловушка как бы после шести трансляции если им бы нащупаешь все будет хорошо так это уже у нас алый хор и возле старых стен ладно 3 стра это смерть вершитель я не хочу сражаться вот в этом проходе по массы ранжевиков сразу ранение и моё ой вообще жесть подругу нашу пробили прям основательно мне бы хорошо типа за за угол за угол то я не могу хотя бы так что мне завернули а я уж тут в сбрегусь работаем сразу ты себя плечи сразу восьмерочку пожалуйста пробивают так давай как разум не хочу ну танк подлечился овка взрыв не зайдет прыгает непонятно что делать паралич вроде сработал плохо подруги моей я тут кровотечением ладно давай ты добьешься а вы уже вдвоем по верхнему работаете минус 1 у открыть ворота это как раз хп и взрыв кажись и память не изменяет то это носа но она получила урон на 160 и 90 я не знаю как это так но она получила и да взрыв еще в конце идет надо запомнить этот момент даже после смерти идет взрыв видимо от каждого из трупов может вообще какие-то новые ловушки так выпиваем я еще никогда так не был близок провал за последние пару стримов а если туда побежал капец сам еще плюс три человек которые вкупе с этим с этим ауе могли бы подпортить не достает ну ладно хрен с тобой у нее три раны просто у этой подруги но если я посплю мне бафы исчезнут там я вижу только двух лучников поэтому поэтому работаем надо признать что это было опасно опять вот скинулись все и урон у них очень хороший прямо очень хороший урон то что танка там уклонений уклонения отличные 108 броня 23 от пирсинга уклоня броня 21 понимаете и тем не менее ее пробивают причем пробивают пробивают чувствуете как пробивают так давай ты да ты вот тоже не достаешь что станка делают темата как он то может делать если он о господи если он стрим ведет и параллельно там себе с разных аккаунтов вообще класс схема и опять же даже если это так правило ты читал это не запрещено тут выход на глобальную карту я думаю что стоит стоит отсюда временно уйти потому что с одной стороны нужно делать привал с другой стороны нужно апать вот сюда вот к стене где я там знание могу повысить в шпиле заката поднял уровень поднял уровень нужно по крайней мере нашему другу апнуть знание отдохнуть потому что три рана у танка и что еще там можно сделать что хотел но может взять у него все гилы поизучать давай-ка предметов рецепты предметов щитов зелья артефактов наркотиков может это не у него мне кажется у него да тут хитроумен да просто тимат это повторяющийся вопрос нет чтобы посмотреть посчитать карты в смысле карты этим правилам подчеркивание акции поддержал ваш канал на сумме 100 рублей сообщает привет мишу и конечно скажи на новый год будет ли стрим я уже привык засыпать под твои прекрасные стримы в новогоднюю ночь немножко подкачивать ли по молниям конечно будут стримы в новый год я не собираюсь куда уезжать такой ты подруги я только могу продать что-то дам в деньгах потребности нет у куклы кажется сравнение огнем все ненужным прям все ненужным поговорим о магии тоже не то школу так как и здесь отдохнуть можно как-то в шпиле на кровати поспать в этом где где кровати-то нет играет неважно в какой в каком шпиле отдыхать этот не могу просто увидеть где кровать ладно в любом случае я вот в этот шпиль не ходил в прошлый раз может я там какого-то тренера полезного там по уклонению например или по парированию забыл молнии до молнии не просто молнии вы там сидел которые работают с молниями им бы так здесь можно на самом деле взять в кажется у него бутылки до бутылочки есть раз-два есть еще сегилы один знаю о ауру вокруг цели возьму штрих снижаем и получаем и целью урон она проверим что за штрих сделка тантр кажется клане не дает дал по ней не парирование уклонение д парирование все остальные тупят ну по велителю можно конечно уклонение качнуть все равно знаний пока нет ваще ты старый о пара сиделов но мы их знаем уже еще три человека с которыми можно пообщаться и главное здесь отдохнуть тренироваться парирование плане на все уже все тоже тренироваться да прощай так себе ладно избавляемся от ран получаем баф баф и и сидела читаем чувствую что забыл ауру вокруг цели 1 2 см возможно даже сирен кстати стоит ауру какой не сидать еще ауру вокруг целим кружочек такой хорошо это не аурный о огонь уже аурный не восприимчивость к заморозке нет нужен какой-то контроль еще какая-то контроль еще школа о о союзники излучения много знаний на это требуется ну ладно а пульсация 3 секунды радиус всего 2 метра если поставить нормальный радиус 5 метров забабахать дать лантре это будет вообще бомба ну ладно я лантре дам вместо вот этого вот убожества закидываем область действия 125 и возможно эффект 5 6 155 с чем можно сочетать время восстановления еще а это на пользователя забей может длительность увеличим она полминуты вообще тикает на перезарядка две минуты 45 секунд неплохая штука каждые 3 секунды 4 хп ну можно 4 можно 6 но начнем с 5 обновляем 1 где еще это выражение можно использовать меткость попадания меткость задевания вот это хорошо наставление радиус и так хороший наверное главный эффект у 17 процентов меткости 34 по задеванием блин радиус хотя бы на метр апплис длительность тогда 45 все опять 37 секунд вот у лантре появляются два весьма весьма полезных заклинания места огня я поставлю ему прям хорошо и лечение такое комплексное и и уже такой толковый толковый баф весьма толковый баф ну и конечно же хочется понять можно может ли например на могильный свет эта штука распространяться может плюс 4 к броне но это защиты так что это мне не поможет его как феликс играл в тиране он просто прямо магами бафал себя с парным оружием заходил рубил всех понятно но феликса первых играл не на максималке кажется или сэйвами он играл на максималке вот и не рекомендовал мне играть без сэйвов но я еще не прошел конечно но я постараюсь справиться он три вообще лучше маг в игре удивительно как получил знание настолько низкой а я его оставил блин я от него избавился не прокачивал так тут у нас погибели я просто с другой тимой вообще ходил вот чем дело так молнии на них не очень хорошо действует надо сейчас пересмотреть заклинание и раньше этих самых заклинаний подходим раз сразу вот так от вас подходим трис сразу делаем так и тобой тоже делаем так на них же погибли действует действует отлично 3 пролича накинули ищет и так разрывает так разрывает ребята вот у этой подруги есть какие-то проблемы с рэнджом надо их выявить у некоторых заклинаний почему кажется у этому вид и то и другое есть гроза ладно лесом идет электрошок можно опыть можно опыть электрошок нужно опыть не обязательно ему электрошок лучше увеличивать ауе даже если все хватило знаний блин на это тогда давай бог с тобой дальность на единичку мне больше интересует раньше воспламенения бы не помещается ладно давай тогда в ущерб урона и заряженный кулак нужно тоже сюда вот так на 150 и до 140 опускать вот другое дело призрачная стрела 10 метров устраивает света ратуса максимальный range а вот область действия не максимальная я могу тут урон поднять учитывая то что станет уже поменялись могильная хватка 4 метра эта проблема но она как раз помещается хрена с 2 ну вот так вот она помещается обновляем у атли тоже есть запас серьезный по по знанию пробегаемся обновляем он заряженный кулаками 4 метровый 140 150 еще кд уменьшаем могильная хватка раньше отличный единственно что можно когда снизить уже сейчас ну или повысить нет лучше конечно уменьшить кд чем длительность потому что не только для парализации это используется 15 секунд перезарядка класс так призрачная стрела меня в общем то всем устраивает кроме отсутствие ауе маломальского на тоже не помещается давай тогда вот так вот еще перезарядочку все у всех все обновилась тут смотрим трупы видим погибели бичеватели работаем он посерьезнее люди там уже и зерги три три мага там стоят раз два три повелитель огня раз атли хваткой не уверен что достанет не надо было так близко подходить не достанет по одному точную это нужно застанет слегонца атли нужно жизни восстанавливать этой подруге можно просто дать так так там испуг был у танка ну ладно вот эта группа гораздо более серьезным потому что здесь по крайней мере два изверга уже и и это может быть проблемой поэтому я не буду в чистом поле вон меч это маленькая вообще карта типа такого полубосика огромное количество трупов за этот меч сражалась давай с богом не интересует не интересует что мне интересует только не толпится 7 михаил вот реально толпиться не стоило контроль-контроль это раз это два понятно что не на всех подействует но подействует так ты лучше сразу d погибли только одна пришла и это просто замечательно две грозы дыхнут с огромным запасом оглушения молнии лучше здесь понятное дело не использовать по вот так вот мелочи мелочи требичеватели вообще-то это товарищ не самый слабый но сравнению с с извергами конечно да два изверга были нут реальный ребята ни о чем ни о чем давай мы быстро уверенно с вами молодцы потому что он не попал сейчас я бобром можно и молнии стрелять на самом деле потому что урон молнии нанесет но этим сто от чистого урона хп там будь здоровых у них во первых статус оглушение может вешать во вторых главное то как он наносит урон из разницы по хп подходим ближе контролируем я слышу звук меча и вот он все все срабатывает все срабатывает все хорошо промахиваются готово это все похоже на то огромное количество лута все собираю но лут трэшовый пока что самое главное это конечно же меч еще выносливость появилась мечик вот он бесстрашный одноручное оружие 20 26 точность 10 пробивание брони вообще не алё парирование разрешение при критическом попадании оружия противники в области ошеломления на 12 секунд радиус 2 метра и способность артефакта воин оплота высоко поднимите бесстрашно и выпустите волну энергии которая глушает всех близлежащих врагов урон растет вместе с известностью давайте попробуем о когда ваша ладонь касается рука эти меча поток ощущений распространяется вверх по вашим рукам словно вы опустили в теплую воду ощущение одновременно успокаивает и глушает и лишает дыхание трахни меня кайрос какая атли а ты же держишь бесстрашного легендарный клинок регентов оплота у этой меча богатая история хотя почти все кого она интересовала наверняка мертвы но сосредоточимся на положительном какую замечательную игрушку ты нашел по мере того как вы привыкаете к весу меча ваша мысль заглушает постоянный шум голосов обрывки вдохновляющих речей по 15 боевые кличи и предвкушение предстоящего триумфа ощущение утихает так же быстро как появилось бесстрашно пульсирует ваши руки от скрытой в нем силой которая отчаянно пытается вырваться на свободу с одной стороны вы держите меч с другой живой символ и это различие в восприятии периодически стирается ееееее в нашем владении бесстрашный мне кажется тут базовое оружие не очень ну палец титана власть сила не то если вместо посоха например возьму ну посох у тебя хорошее замедление уже так долго вместе можно восстановление изменится восстановление поменяется тоже давайте реально не дадим все защита пусть к стоит а стоп щита у нас увеличивает восстановление до 06 ну тогда с мячиком а я не хочу убирать а тут обилочка появится еще новая да ведь появится же обилочка критовать конечно она не будет нифига никто тут критовать нормально не будет вообще должна была появиться вот здесь вот а не в бою понятно грибочек кстати стоит поставить грибочек хороший ну что мы выполнили квест вот могущественный меч в наших руках бесстрашно так а что дальше перепусти зверолова скорее всего потому что там мы алого хора не минус нули но вообще наверное стоит вернуться к к этому кархонту в пепельные земли эти и пойти уже в следующую локацию к следующему шпилю к следующему артефакту хотя алый хор алый хор опасный да вернитесь к бледену марку в пепельную глушь и узнаете что делать дальше ну я для начала вот эту локацию посмотрю посмотрю тут точно точно есть враги их много поехали поехали рой 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 выл там народы конечно наверху до неприличие много я бы я бы заталил там кого-нибудь этих вот двоих с хорошей вероятностью давай пытаюсь неприличный жест нам показать лантре ты вот это выкарализуй пожалуйста так бобер как-то прорвался молодец давай бах сейчас будет лучше это раз это два это три окаменение провокация смерть вершителя кто-то кричит бедолаги просто бедолаги двое умирают синхронненько хорошо умирают получаем бонусы к знаниям давай мешаешь бобер мешаешь людям работать но сарик с 5 2 разберем у них жизни вообще мало 3 костопа не должны уйти 1 2 а третьего что-то я не наблюдал третьего не было раскидали по хп этот ваншот в этого двое 1 level up лантре 21 не хватило все равно не хватило все равно на этого почему-то хватило итак лантре 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 у нас продолжает скорость перезарядки способности заклинаний учитывая то что урон у него отличный здесь есть большой вопрос либо ты идешь в деф защита магии да наверно в деф впечатление подвига взяли причем даже не использую их потому что как бы потребности пока нет закидываю защиту берем лут смотрим что волк в лагере остался один упырь у бедолага и еще лавила по бобра так у бобра я качал хп и стойкость Слушайте, у меня тут мощь переполняет меня уже Давай хп-шечку Ну а что, урон ты сильно не апнешь, точность не нужна Лидер 109, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь Последний навык из доступных веток надо выбирать Пассивные из укрытия это фигня Фигня Поменять местами В принципе, перемены мест с танком может хорошо зайти А, количество комплектов оружия Остановление при смене оружия я не использую Ерунда Тогда, наверное, вот этот вот баф На любого союзника, трик стойкости, быстроте и искусности Удар плети, но у меня отношения с ними, к сожалению, хорошие Верность, вот призыв к бою я сделаю тогда Тогда в зависимости от верности Вот лантре хорошо Сирен неплохо, но так Атли молодец То есть лантре и атли будем бафать Призыв к бою И все равно не хватает на последний Что-то надо будет еще, неправильно посчитал Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять Бывает Так, тут есть какой-то Какой-то лут Обычный топор, хавчик Шкуры для крафта И была еще одна группа алого хора Во-первых, на юг нужно сходить Потому что там огромное количество трупов Я уверен, что там алый хор Еще один отряд их находится Тут вообще ловушками пахнет А вот я вижу даже одну ловушку Я вижу товарищей залого хора Кто такой целебный нож, герой? Я проявляюсь, я готов Я готов вроде как Надо бы потаунтить пацанов Как-то они вообще не таунтятся Ладно, давай ты просто вот так вот Кастуешь Кастуешь паралич Нет, лучше грозу Начинать лучше с грозы, со станом Потому что АОЕ отличный Контроль дает очень много И... Почему нет? Огненный удар А почему нет грозы? Алло Понимаю, там лантре тупит Это нормальное состояние его Давай меткость Тогда вот так вот еще А, надо Так Конденсировать Провокация Так Так Ты Скастовала все Давай на троих пока Следующим образом Гроза вторая пошла Я взрыв хаоса буду делать Ой-ой-ой-ой Там грязь Там танк сейчас убивает Так Давай сразу здесь Тогда Пробуем Еще регенчик Пожалуйста Нужно сделать Что у нее? У нее столько бафов Замечательных Такие конские защиты Там что-то не пьет Пей Выпила Лечись Лечится Ё-моё Часто мне не стоит Вот Они все Блин Здоровые Еще там Три человека Да Оглушение На дальних Но Ой, на плот Есть Коменение с пуксом Ну, сейчас Бобер зашел Очень хорошо На бобра Адев Кажется, еще Реген пойдет На всех И Атли Включается Бой Стирание записи Наверное На танка Все-таки Потому что Все-таки По нему Там Серьезно Мочат Ты подруга Давай Бомбить Бобер на себя Немножко Станул И работаем По этим Упырям По троим Это раз Там уже При смерти Один Атли Два И ты Три Очень много Заходит Ему очень много Заходит Он не выдерживает Все равно Фу-фу-фу Так Негативные эффекты Замедления Какие-нибудь Комбо Обилки Или контроль Обилки Угрозу Можно Сделать Ужас Можно И у нее Конский Защита Прям Ну Хочешь Снижен Несколько Видимо Из-за Там Пробитие Какое-то Вижу Там Дарение И прочее Ересь Ну Реген Потихонечку Уйдет Конечно Один Тем более Умер Второй Умер Вот это Упырян Добивать Это Раз Это Двас Взрывы Еще Оу Короче Ты Назад Атли Тоже На всякий Случ Назад Е-мое Там же Два Взрыва Еще Как Минимум Твари Добро Сейчас Пробуем Есть Добили Хорошо Так Ты Подруга Давай Поэтому Ладно Бог с ним Но Надо Еще Электрошоком С повышенной Точностью И Этого Точечно Оглушай Оглушение 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 Вот это Другое Дело Высасывание Жизни Раз Надо Еще Пролечу Дать Наверное Ауе Эффект Какая Бедная Наша Подруга Танк Ландари Давай-ка Ты Все-таки Подлечишь Ее А то Рани Нехватаемся Хил Такой Бах 137 Хил Хорошо Зашел Хил Команд Тут По двоим Двое Осталось Собственно Это Было опасно Я Сам Побежал Вперед Довольно Агрессивно Что-то там useless Говорят Есть Добрый вечер Герсон Спасибо тебе У нас Прогресс Хороший Единственное Что я Сейчас Ран А Всего Одну Рану Получил Фух Ладно Железный Шлем Берем 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 На продажу Вот У этого Должен Хороший Хороший Девайс Жажда Целебного Ножа Ярость При убийстве Кастуется Пробивание Брони 6 Одна Ручка Приказы Целебного Ножа Послание Написано Неуверенным Почерком Но с Большим Натиском Оставившим Глубокие Борозды В пергаменте Нож Несломленные Сильно Мешают Аши Его Ублюдочному Легиону Пригласи Как можно Больше Из их числа Присоединиться К нашей Песне Особое Внимание Обратя На и главу Матиаса И переведи Его В какофонию В целостности Мы знаем Как ты Любишь Врезаться В сухожилии Играть В кукловода Но Парад У нас И в этот раз Своей сдержанностью Твой Обожаемый Лидер Сандалии Кромный Гонщик Ого Алый Журнал Там Огромное Количество Трупов Слева Я чувствую Схрон Здесь еще Легкие Кожаные Сапоги Где-то Вот в этом Районе Чувствую Что может Быть Что-то Спрятано Не знаю Подвела Меньчуйка Осталась Только Последняя Группа Тут Никак Никак Последняя Группа Алого Хора Или Нет А Здесь же Я убил Уже Все Тогда Получается Мы сдаем Квест Возвращаемся К Бледану Марку У него Кстати Отношение Ко мне Нормально Главное Вести себя При нем Достойно Он не любит Подхалимничество Такого Какого-то С Лукавством Пепельная Долж Довольно Насыщенная Вот эта Вот зона Можно сказать Правда Я кажется Вроде Везде Был На твоих Спутников Диалоги Висят Не хочешь С ним поговорить Нет Если я еще Начну Диалоги Учитываться Можно Там Конечно Отношения Повысить Но Это Опционально Исключительно А вот Это Он Вы Шагаете Вперед Да Это Он Помнишь Как много лет назад Я говорил тебе Что правосудие Это всего лишь Самый большой меч В королевстве Завладев бесстрашным Ты увеличил свое могущество Свой авторитет Даже если тебе не нравится Его вес Я советую носить этот меч С собой Помимо его качества У него есть символическое значение Он оценивающий разглядывает У вас гордость А может даже уважение Освещает полускрытые черты Его лица И насколько я могу Увеличить свое 30 С помощью бесстрашного Можешь помочь Пустить слух Поднять меч Мне бы не помешало Потренироваться с его Серьезно Теперь ты хочешь поединка Он вздыхает Но вы знаете Его достаточно хорошо Чтобы увидеть Что в тайне Доволен такой просьбой Известность увеличивается Предвидя его реакцию Вы нападаете Прежде чем он успевает Броситься на вас Меч кажется вам поразительно тяжелым Это действительно Очень непрактичное оружие Но чем больше вы машете Тем увереннее себя чувствуете Кажется, что в самом мече Бурлит сознание Которое подстраивает его вес Чтобы расширить Или сократить дугу Вашего удара Он исправляет Он исправляет Ваши движения Делает выпады Глубже Он использует вас В той же степени В которой вы Используете его Когда вы попадаете По одному из клинков Марка И перерезаете Металл Начисто пополам Он поднимает руку Чтобы остановить вас С перекошенной От удивления Ухмылкой Он улыбается Не будем слишком Отвлекаться Лазурный щит Все еще покоится В глубинах Каменного моря Я собираюсь отправиться В течение века Лазурный щит Переходил от одного Рыцаря-регента К другому Он кажется маленьким По сравнению С щитами опальных Но все равно Но это все равно Могущная реликвия Найди его в лабиринтах Каменного моря Найти будет Непростым испытанием Пункт полуврата Отображается Есть агент Который может Привести тебя к камнепытам Племене зверолюдов Ой, зверолюды Сейчас поедут Которые пришли К власти на место Освободившиеся При падении Лазури Только они знают Земли Каменного моря Найти Хейгрейна В полувратах Найди Хейгрейна В полувратах Он что-то вроде Агента внедрения Поэтому Не будет знать В твоем приходе Если он будет Доставлять какие-то беспокойства Просто скажи ему Что это его шанс Снова увидеть жену Ой, как серьезно Слушайте, я пока не забыл Сейчас напишу Павлу Скажи Скажи Когда делать Стресс-тест Как будешь готов Встретимся С тобой здесь Окей Растворяется Зверолюду опасно Так, а я получил же Найти путь к шпилю Авроры В Каменном Найти путь к шпилю Зари Это последние два шпиля Которые остались Я же получил Лавил Ландри Поэтому по-хорошему Мне нужно Мне нужно сначала сюда А путь ему знания Авторы явно читали Меч без имени И черные отряды Колесо времени Так вот Я уже чувствую Мощь отряда Готов В бой Идти Что-то изучил Ааа Слушай Там у меня был заказ Один Невыполненный В кузне Здесь Я В любом случае Сначала Тренирую знания У этого Ааа 81 уже Давай молниями Нельзя Нельзя Три свитка Изготовила Тупырь Так как Укла торгуют Да Ладно Тогда я иду Вот сюда В кузню Перемещение между шпилями Мгновенным Поэтому Мы теряем время Только на подзагрузке Такой легкой Это мелочь Всем добрый вечер Кто приджойнился У нас 12-я часть Трансляции Ох Затяжные По путешествия Конечно Но Но надо О Сделали щит Да Только для барик Минус Весь урон Пока здоровье Ниже Я хотел заказать Новое А что там было Там кажется Для Да Зачарованные Суконные Искусность Защита магии Не хватает Шкурок А я могу Где-то Ингредиенты Папапапапапам Попокупать Такой вопрос Мастер Попайки Попайках Никто ничего не изготовил Халтурщики Короче Жалко если нет Потому что Я же Денег много А толку нет Похоже что нет Все таки Одеяние Книгачеев Будет Не сильно Лучшим А у тебя Что Камень Рвение Истощение Фигня Ладно Едем дальше Так Где Каменное Море Полуврата Это Центр Карты Какафония Место Недоступно Полуврата Но Зверолюды Вы помните Они Они опасны Здоровья Много Урона Много Еще есть Взглянание Запусти Исследование Библиотеки Кстати Можно Ну я Ушел Ну надо Да Там же Сигил Можно Вроде Поизучать Новый Явно Не Не хватает Сигилов Ой Какая местность Красивая А я не могу Дистанционно Это сделать О Это что Такое Отражение Защитная Форма Уменьшать Урон Понятно Не туда Так Если мы говорим Тут только Менеджмент Да Тут только Рекруты Только Рекруты Или Сходить Все таки В библиотеку Причем Открыты Все карты Вы посмотрите Как будто Я здесь Когда-то был Алирос Я не разбойница Слушайте Наконец-то Не надо будет Все вырезать Будьте Осторожны Вершитель До каменного В море Довольно далеко Падать с утеса Полуврат Не хотелось бы Чтобы вы Оступились Так Это место Заметно Пострадало Интересно Посмотрите Я слышал Опальность Создают Так Опальность Создают Проблемы Пришли Помочь Если в наличии Что-то Достойное Внимание Боюсь Что нет У меня Закончилось Можно сказать Все Хорп Поддерживает Полуврат Мы их Не любим И ненавидим Ой Жесть Это я сделал Я не разбойника Вот это да Просто боссаться Посмотрите Кто пришел Великий вершитель Судеб Туна Но поздоровайтесь С его С превосходительством Там максимальный гнев Хоть чтобы Приклонились Перед тобой Ползли у твоих ног Словно собаки А я вот Только прибыл Ты испытываешь Мое терпение Ох Ну блин Похоже Я обидел Этого сопливого Болвана Нет Тут Только не бейте Меня вершитель Я вся дрожу От страха Нет Ну вы видели Расхаживает Тут словно Этот город Еще не принадлежал Нам Так Достать оружие Солгать Сегодня хороший Денек Чтобы отмыть улицы Омыть улицы Кровью хора Давай Ты что Что так не понимаешь Просто дружеская перепалка Ради забавы Не нужно так Спешить умирать Верно Не надо так Накручивать Скорее Невзгода Вершитель здесь Ах Сычки И куда вы Слиняли Гады Эти свисающие канаты Были последней Отчаянной Попыткой Сохранить дома После обрушения Однако Толчки оказались Слишком сильные Импровизированные Опоры Не выдержали А что происходит Кто толкает Что за Оооо Так Ну у них Неплохие Защиты Как обычно Впрочем Ой Там Там есть Френдли Есть нефрендли Ребят Ну хорош Там подходить Где паралич Наконец-то Сосредоточимся Сначала На одном Оп Оп Потом На втором Раз Два И Трис Все достают Рынч Отлично Все довольны Люди Просто И быстро Умирают Ой Смотрите Тут мирный Есть Певчей крови Злобы Стоит Злобы Давай поговорим Не хочет Разговаривать Злобы Сразу Сразу Воевать Ее Тянет Потому что Их Много Малая Фурия Певчи Певчи И тут Рынджа Будет Очень Много Что там Еще Страх Ладно Давай Не будем Лезть На рожон Местные Разбежались А с злобой Можно было Скорее всего С собой Взять Например Почему Нет Наверняка Можно было Правильно Не достаю Я ни черта С такой позиции Что бы поделать Вместо Сначала Этих Двоих Упыри Убивать Потом уже Дальше Двигаться Проходим Проходим Давай Проходить Танком Паралич Раз Наверное Паралич Недостоверец Да Это из-за Призрачной Стрелы Бобра Блин Проходим Ребята Просто Просто Проходим Тут Народа По сути Нет Уже Долгийный Разряд Два Должны Умереть Оба Причем Трех Заклинаний Раз Чуть 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 Прям Самую Малость Одного Не добили Но это дело Тоже Так Простой Добиваем Управление Молниями Растет Еще Три Человека Впереди Я вижу Что Левый Коготь Зверолюд Связан Ну и Три Человека Здесь Это Раз Это Два Это Три Паралич Это Четыре Паралич Работаем Ну и конечно же Команды не сохранились Просто Как и в прошлый раз У них сбрасываются Видимо нужно Обилку Поменять Сделать так Чтобы Типа Автопауза Основить движение Отряда Вот это надо убирать Тогда я буду лучше Готов К всяким Таким вот встречам С Спонтанным Два Ну типа Что бежишь Раздаешь Раздаешь Команды Внезапно Ставятся паузы Из-за того Что противник Тебя Увидели А ты Как бы К ним К ним Готов Не добит Один Давай так Так И так Он подлечился Готов Бах Готово Левый коготь Мне кажется Что его То точно Можно было Взять С собой Если бы Ооо Сигил Таратус Это кажется То что мне нужно Перчатки Погибельного Касания Ну Не понял А нет Это Наручи Ордынцев Сигил На мне Развязываем Сковано Бездвижен Попробуем О Молодецкий Попробуем найти Чем его можно Ооо Легкая Кожаная Броня Плюс Два К броне При наличии Ран Это Легкая Любопытно Ну Афикс Не очень Хороший Но Если мы Говорим В принципе О легкой Броне Я Заменю Броня Будет Лучше Еще Обилка Появится Это Вин Я считаю Здесь Фигня Там Тоже Фигня Привет Атурбат Кажется Мы еще А Вот Оно Что Невзгода Он хлопает Копьем По земле Словно Хлыстом И ее руки Сотрагаются От отдачи Когда древко Отскакивает Обратно В воздух Она смеется Громким Гортанным Довольным Смехом С нетерпением Ожидая Возможность Проверить Свои силы В бою С вами У тебя есть Какие-нибудь Последние слова Хитроумие Давайте Показать тебе Спокойно Эй Что там Такое Застывший На губах Проклятием Она бросает Взгляд На горизонт Безродный Попытаться Сбежать Да Давай Беги Турсливая Шавка Все равно Не убежишь Подняв Копье Она бросает Созываемый Быстро догоняет Следующие Несколько Недель Я собираюсь Медленно Сдирать С тебя Кожу Так что Надейся Что я Не схвачу Тебя Живем Ага Она замахивается Копьем С оглушающим Треском Да Народ Конечно Приличный Ну Я думаю Надо Инициировать Инициаторов Работать Как надо Это Раз Да Агрессивненько Агрессивненько Сейчас пойдется Два Две 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 Сделать Тут Вот так Вот Сделать Тут Подбегаем Увеличиваем Меткость Пока Подругой Сразу же Налечусь Пошла Гроза После Этого Щит После Этого На троих Так Так Щит Срабатывает Бобром Оббегаем Наверное Вот таким вот образом Хотя их там В разные стороны будут Отталкивать Подходим так Делаем вот так Всех задевает, просто всех И наверное Бобром имеет смысл Вот сюда отойти Просто чтобы иметь возможность Так же максимальное количество людей задеть Все задеваются С богом Раз Двадц Почти умер, почти умер Бобер тоже А, Бобер еще Кастует Тут Лантри Должен как-то Давай так, ладно Еще минус один Еще троих здесь Эти двое битые крайне Еще минус один Еще минус один Три такки Да, там взрывы Танки Или живой Вообще Такая грязь Она умерла что ли Она типа лежит Без сознания Я забыл Про Господи Такая жесть Я забыл про взрывы В очередной раз И поплатился за это Очень жестко Не, она горит Она горит Она горит У нее просто Три раны И она горит Она пригнулась Ей просто плохо было А так у нее все хорошо Лечимся Фух Да, это было Ну, выносливость зато Смотрите Большой бутылек Маленький бутылек Привал Который В которых и так хватает Я, наверное, танку Побольше еще Вот таких бутылок дам Большой тоже бутылек Ей хорошо зайдет Остальные, наверное, стоит Раскидать по Да, вот сюда Выносливость С запасом Все хорошо Чтобы гриб Накинуть Он В драгоценные камни Двигаемся дальше Еще одна группа Небольшая Алого хора Справа Насколько я вижу А после того, как мы освободим Тут, видимо, торговцы пойдут Члены Орды Члены Орды Члены Орды Раз Два И Ой, нет Два И трис Сейчас, по крайней мере, они будут кастовать правильно Я останавливаюсь Только паралич Что-то не Не сработал Нифига Хотя нет На 2х сработал из трех Это уже неплохо Какой команды Так Так Плантре Как-то Помажут Надо было с гнева Всегда Начинать с гнева Потому что гнев Это Одним заклинанием Контроль И урон Все А дальше Ты уже добиваешь В каст Идет быстро Проблем никаких То есть Убегаешь И убиваешь Все Там Это же Отличное Отличное заклинание Главное, что ты его используешь Не один раз Там Между отдыхом Все Катсцены Это действительно был последний отряд Алого хора Когда вы убиваете последних бандитов Алого хора Которые держали в страхе полуврата Жители поселения снова выходят из своих домов Лавки возобновляют работу Дети играют на заваленных мусором дорогах А на центральной площади собирается толпа Повседневная жизнь на руинах лазури возобновляется Руина лазури Так, во-первых, цер увидим некую Общаемся Приветствую, господин вершитель судеб Как поживаете? Я редко вижу тут людей Подобных вам Надо посмотреть Как жители Каменного моря Что с ними вообще делать С другой стороны Последнее время Здесь можно наткнуться Разве что на шпану Из Алого хора Вот уж кто гнилые насквозь Так, это они Так, допустим С чем мне начать Если помочь городу Прекратить эти землетрясения Было бы чудно Это уж точно Может у вас есть какие-то идеи на этот счет В Алом хоре говорили Что у них есть план Только теперь вы их убили Опомнившись Она неловко кашляет Потом промакивает Уголоку рта Потрепанной тряпочкой Ну, не хочу сказать ничего плохого Господин вершитель Даже если бы вы Не пришли Я бы не доверял Особое обещание мхора Конечно В Каменном море есть и другие Но кто знает На что они способны Если вообще способны Хоть на что-то Чем я могу помочь Чем я могу помочь Столь обходительному господину Как вы Что ты можешь сказать Об Алом хоре И здесь Что тут рассказывается Ну, и вот здесь Которую неделю Сплошные беды От них Завязывают Зазывают свои ряды Рады, что вы Вы От них Избавились Мы Господин вершитель Народ честный Нам их методы Не понутру Конечно Некоторые Предпочитают Алому хору Компанию опальных И я их Не виню Если бы хор Действительно Хотел только одного Спасти эту землю Как они говорят Я была бы первой Кто их поддержал Поддержал То она То он Зовут Ее Цера А зовут Меня Вася Санька Точнее Да? Саня Саня У Тейки Было какое-то Так что ты Хочешь этим сказать Всем известно Что на воюющей Скале Окопались Склаверцы Чем бы они Там не занимались Хор явно И хочет им Помешать Ну или просто Жаждет пролить Побольше крови В любом случае Им нужно мясо Чтобы кого-то Было бросать в бой Верным Что ты можешь сказать О действиях Опальных Ага В скале Как бы они Там не колдовали Над тем Грохочным Архонтом А земля От их действий Только сильнее Трясется Не думаю Что эта женщина Хоть сколько-то Разбирается В теоретической магии Но в целом Ее версия Не так уж и далека От правды Истинная причина Колебаний И последствия Дикта Владыки Никто из простых Магов Не сможет Сотрясти Землю В таких масштабах Что не мешает Склавершинам Вести отдельную Но очень опасную Игру с силами И явно Недоступными Их пониманием Понятно Так Ирен Похоже на торговец Какого-то Привет Приветствую Вершитель Вы оказали нам Огромную услугу Заставив Алло Хор Оставить нас в покое Взамен Предлагаю вам Специальную цену На все товары Давай посмотрим Что есть Что за ересь О, к управлению силами Какими силами Сигил мощи Так Лук ярусников Старые вообще О Истощение Беру Все вот эти вот Они вообще базовые Какой-то трэш Продается It's a trap Управлению силами Вот я Давайте возьму Ладно Чего Это Недорого вообще Я же Богат Ударная сила Раз Ударная сила Два Новый ключ Заклинания Сигил Истощение Управление силами А Управление силами Ясно Это не моя Не моя Это школа Я повелитель огня Но вот Новый ключ Истощение А Дебаф Дебафчик Дебафчик Меточка Кстати метка Очень хорошо С этим дебафом Сочетается То есть На какого-нибудь Танка Минуснуть Силу Тоже участь Нет Меточку Ставим Во-первых Да Увеличиваем Дебаф До 5 Например Тут Кстати Упреждение Может зайти Хорошо Это Не столь Принципиально Длительность Критичным 186 Знаний Ё-моё Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю Восемь метров Так а вместо чего На что я там стоял метку Ледяной шип Ладно давай Дебафчик Хорошо на боссов Должен идти 5 ксили 5 живучести Это Хорошо А куда я перешел Там была дверь А у меня новая локация Подгружается Может это дом Огромный какой-то Или это выход В новую локацию Но я в любом случае Назад вернусь Там огромное количество Квстов Я уверен Что там торговцы есть А это дом Здравствуйте Рыбочка Конечно Выносливость Похоже мы теперь Свободны Или настолько Свободны Насколько это возможно Стол держится На нескольких Хлипких досках Удивительно Что он все еще стоит Учитывая Как трясет здесь Землю Окей Прикиньте Сколько комната Подгружалась Вот это вот Как локация Просто новая Это косяк Мир очень большой Игра мега детальная Я стараюсь Оооо Там унижают Левого Этого Левого когтя Но я сначала Пройдусь По Всяким NPC Тяжелые времена Настали Ой не говори Ты тот самый вершитель Судьи По которому Столько говорят Чем могу Уидеть полезен Бледен Марк Передавал привет Я разыскиваю Лазурный щит Ооо Каминная теснина Отображается на карте Кто 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 Архонт теней А хотел передать Что это твой шанс Снова увидеть Свою жену Ясно Он моргает От нахлынувшего страха Но в одно мгновение Эта эмоция исчезает Я и представить не мог Что ты тоже служишь ему Как бы то ни было Этот артефакт хранится У зверолюдов Каменной теснины В племени камнепытов Его держит у себя Их прима Стокровка Что там с твоей женой Микайт шок Гнев Причем удается успокоиться Он говорит низким Негодующим голосом А что ты Мать твою думаешь Вершитель Слушай Даже если ты хочешь помочь Лучше просто Узнай что тебе нужно И уходи Делай что хочешь Готов помочь Гнев Бледен Марков Он сплевывает на землю Потом переводит на ваше лицо Надо посмотреть Отношения вообще Жителей Каменного моря Мне нужны отношения Гнев или что вообще Зачем зверолюдам Как мне получить артефакт Пролить ее кровь Это все что мне нужно знать Удача в поиске Как ты оказался у службы До свидания Мне нужно понять отношения Не видно никаких там Никаких там не видно Собираю покалуты И давайте Левого когтя Может с этой поговорим Подругой Никакой жалости к убийцам Смерть зверю Повесить его Веревку на волосатую шею Мы добьемся справедливости Что произошло Группа наших ребят При поддержке хора Поймала зверя На крайне города Они нашли его В таком виде Как сейчас На шерсти Кровь людей На которых он охотился Посмотрели Только на его рыло До сих пор Измазанное его Мерзким ужином Жаль что он не подавился Мерзкие говорят Люди на вкус Немного с душком Но мерзкие Это неуместное преувеличение Не так уж и отличаются Они от оленей Или лемура Как мне рассказывали Более того Я читал что Племя Кватна Называло людей Медленными лемурами Из-за вкуса И легкости поимки Не думал что буду рада Что здесь будут Что здесь были хористы Но в кои-то веки Они поступили правильно Осталось только убить Эту тварь Ты уверен что он убил человека Вам нравятся зверолюды что ли Ну понятно Хитроумие Накажу его для тебя За соответствующее награждение Какой позор Совсем стыда у вас нет Разграбить такую несчастную женщину Как я Но я заплачу Ради справедливости Пусть даже это мне дорого Мне обойдется Теперь я буду судьей Присяжным палачом В одном лице Суд благодарен за А оставь это мне Определить участь поиного Поговорить Изучить Изучить Может двигаться Поговорить Левый коготь Подайте ближе Вы внимательно Осматривайте место Где Жители селения Привязались зверолюда Жестоко выставив его На показ Словно местную достопримечательность Он смотрит на своих Истязателей Заметно истощенный Уставший Побитый Окровавленный Пахнущий мочой Несвежим мясом Сверолюд пытается Вас окусить Челкой зубами И устал Опускает слюну И пытается Вырваться Из пуд Его глаза Широко раскрыты От страха Руки бессильно Опущены А тело дрожит Отойди А то потеряешь И жизнь И конечность У левого когтя Все еще Есть Смертельные зубы Все еще могу Калечить Человек Успокойся Расскажи, что случилось Помоги левому когтю Он начинает скулить Лишившийся Показанной храбрости Почему люди Охотятся на зверолюда Зверолюд никогда Не трогал людей Знает, что с ними Нельзя связываться Люди говорят Что зверолюд Убил поселенцев Но зверолюд Охотился только на вепре Камнепыты Не едят мясо людей Скажи поселенцам Он сердит И испуганно речит Левый коготь Хороший охотник Выслеживал вепре Для племени Но его укусила Железная пасть Возле логова людей Кровь текла И текла Думал, что придется Отгрызть ногу Потом солнце проснулось И пришли люди Выкрикивая угрозы Так Так не стоило Вот тебе охотиться Близко к городу Но не думай Что ты убил поселенцев Значит, человек Освободит зверолюда Какую судьбу Выбрал мне человек Я не испытываю Симпатии к изуверам Можете, если кто-то Из толпы тронет Будет иметь дело со мной Прежде чем вынести Твоё решение Хотел бы Выслежать доказательства По этому делу Давай Доказательства? Доказательства ошибки зверолюда? Позор зверолюда, которого поймали Словно с добычей Левый коготь Не может показать Тушу медведя Человеку Зловонная стая хора Сожгла тушу Превратила кровь В кровь Земли и пепел Человек может увидеть Где ловушку укусила Давай Гнев увеличивается Вот мериза Смотри какая Он зверь И когда его поймали Он был здесь Весь в крови Какое еще доказательство Вины нужно? Бесит он у меня Кроме того, что Хор его притащил Они сами Видели его вину Хор? То есть те, кто смотрел Как я убивал Пока ты в слез скроз Я не думаю, что они дают Показания по делу На, на Она бледнее Делает неловкий шаг назад Кто-то из беснующей Столпы за спиной Толкает ее обратно Что вы хотите сказать, вершитель? Конечно, вы здесь авторитет Власть, уданная вам Господином Туна Но вы можете видеть Истины даже сокрыты Я знаю Я слышал о истории севера Как же она бесит Можно? А, ребята Есть к вам просьба Не могли бы вы По моей команде Начать обновлять Все страницы сайта Там главную Ну, главную Главным образом Быстро переходить на другие Там обновлять Обновлять Нам очень нужно сайт положить Потому что не удалось Это сделать Локи И Ильдару Поэтому прошу вас Пожалуйста Пожалуйста Положите его полностью На счет три Раз Два Три И полминутки обновляем Гудгим Полминутки обновляем До тех пор Желательно, пока он не умрет полностью Обновляем 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 Переходим на страницы Открываем Несколько вкладок Все обновляем Создаем нагрузочку Пока сайт Не умрет Пока он отказывается Умирать У меня, к сожалению Но он должен умереть Рано или поздно Он должен умереть У меня Shockwave Плагин Что-то там Под это самое Мне кажется, что Уже начал Помедленнее загружаться Загружается Загружается Не справились, что ли? Ну, ребята Я на вас рассчитывал Надеялся Думал Не подведете Подвели меня Да, это провал Блин Ну, если бы у меня Еще было там Тысяча человек Хотя бы А то Четыреста Блин Это Все Все Даже слабее, чем Мы с Ильдаром грузили Беда Прости, Элоки Я не очень Мы все не очень Так Сколько поселенцев Исчезло За последний локоть Находили ли кости От их тел Кто не исчезает В наше время Я потерял Столько, что Сложно всех упомнить Перебей меня Еще раз И О, отлично Мочим Все будет нормально За твои преступления Заберу голову Гнев Которые В общем, ладно Ну, я не хочу С этими С зверолюдами Заочно Портить отношения С этими-то упырями Ладно В городе Справимся и так Если что С Тунном Договоримся Так Поговорить с левым когтем Освободить Отправиться в полуврата На эти левого когти Тоже выполнено Все Так Еще есть Небольшая часть Города Ну, вроде Определить Чувствия Тоже выполнено Я не заходил Только вот в это В это В эту комнату Отключить Антидос Проводить Еще раз Но потом Когда народ Побольше Будет Окей Хорошо Да, это не сайт Упал Это там Антидос Но все равно Спасибо Сковик Тут сидит Кто такой Сковик Увершитель Судеб Тунном Мил Милосердие Я умоляю Милосердие Убей меня Положи Конец Моим учениям Прошу Он покрыт Кровью С ног до головы Тело Сотрясает Какие Преступления Ты совершил Хочешь знать Я перебил Население Целой деревни Мужчины Женщины Детей Раздавил Всех одним Змаком Посоха Просто потому Что хотел Знать Смогу ли Я Обрушил На них Лавину Камней И слышал Как они Кричат Ты даже Понятия Не имеешь Что в тот Момент Ощущал Хотя Может быть И имеешь Давай Достойная смерть Короче Я решил Я решил Я решил Казнить Но Зачем Благосклонность Топальных Увеличен Должен Бить Какой-то Способ Искупить Вину Вершитель Судеб Смерть Для него Слишком Легкое Наказание Люди Часто Пытаются Использовать Тебя В качестве Орудия Самоубийства Когда-то Мне самому Довелось Постоять Уше Стайлова Хород Ощущения Мне знакомо Желание Свободы Затмевает Сорок Смерти И он Исчез Ладно Мы здесь Берем Немножко Денег Свита Какой-то Сигил Сковывающих Выстрелов Один А это Что такое Ой На молнию Работает На молнию Работает Ооо Нет Не на эту По крайней мере А почему Вот Только На электрошок А Переход На противника На другую цель Офигеть Вот вопрос Будет ли он Электрошок Ш Прыгать Дальше Сколько целей Одна цель Переход на противники Да Распространяется Дополнительный урон Точность Можно убрать Вообще-то Два противника Рикошет Немножко потяну Этот Так длительность и здесь хорошо бы тоже выучить эту штуку 140 дистанцию убираю 155 не хватает не хватает все равно даже 145 не хватает блин 1 обновляю надо посмотреть может на могильную хватку тоже распространяются это потенциально очень хорошая вещь давай так до распространяется на призрачную стрелу только на призрачную стрелу тоже хорошо мы увеличиваем количество целей меткость лесом идет дальность меня устраивает пока не будем призрачная стрела раз призрачная стрела немного не хватает жалко конечно ладно 2 и призрачная стрела 175 150 так и так 3 очень сильно апнули 2 заклинания получается по 3 у каждого ну по 2 у каждого 6 6 заклинаний усилили рикошет на 2 на 2 дополнительные цели то есть стрела и электрошок сейчас работают не по одной но плюс там возможный сплэш а по низким целям если использовать на заморозке или на огне то замораживать всех плюс да мне не нужна заморозка то есть это 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 уже не столь важно так мне нужно отсюда свалить шевалить любой ценой средоточие власти каменная теснина а средоточие власти что ярусы 2 шпиля осталось 2 шпиль из пяти и это уже как бы будет близко к концу так а как выйти вот с этим кажется не говорили с грейсон вершитель суть убийца хористов хранитель мира в этом городе бывает куча народу но разве мог я пропустить того кто в одиночку уничтожил бандитов а теперь чуть ли не каждый день прибывают новые искатели охотники за артефактами да и просто какие-то хмыри странные беспокойно нынче стало о каменном море какой-то каменный гигант рухнул каменный гигант огромный архонт тащился по земле стонал и выл не переставая разрушил все на своем пути зверолюды из-за него взбесились хоть вешайся представляешь упал возле шпиля зари вот шпиль зари каменный гигант полу врата с чего начать раньше город назывался степными вратами всток уничтожил кайрн архонт камни как раз остальное то твоих рук дело правда вершитель вида но мы люди сильные нас так просто не сломишь землетрясениях одно название все мои наблюдения за птицами 10 лет работы сгорели за 20 секунд а мне тут рассказывать о том как вас легонечко лениво потряхивает так давай сменим тему я пошел я хочу воевать проверить заклинание на ай можно попробовать но этого торговца была всякая фигня я хотел вот один шпиль вот второе не в реально очень близко друг дружке можно было вернуться можно было да сегил еще заточить стоит сейчас вернуться потому что у меня три раны как бы нужен отдых но знания просяду во-вторых во-вторых я же там заказал давай шпиль закатывай библиотеку мне нужно где-то сигила надыбать сигила надыбать я хочу закрываться любой мой любимый имба скилл тут а у ей просто жесть плюс бонусом красиво а как какой бонус там если а я понял вот ты про этот про текущий мы так книга чью же мы заказываем правильно изучил 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 не предметов предметов рецепты новых предметов это кинжалы артефакты не знаю Вольф Дарк, привет Сейчас посмотрим, кому можно апнуть знания Но, кажется, уже никому там не апнешь их Только управление холодом Бобру Стало быть, мы идем В шпиль Там, где А мне не хватало шкурок еще Ну, в этот шпиль отдыхаем Все как-то с самого заклинания В Секретаре замораживается Или попадает под фаербол Красиво же Да, но тут комбинировать, конечно, с пылой можно И школа тут уже штук восемь Это не все Комбинации, связки Такого количества вариантов заклинаний Я нигде не видел Так, хотел бы потренироваться Никто не может Ну, только бобер Уклонение У-у-у-у Тут, оказывается, я у него не спрашивал Что он мне припас 19 привалов Ну, на продажу нового у них, кажется Вообще не появляется Поэтому Ну, кроме, разве что, зелий зелье за копье поэтому я спокойно и беру дастся что-то что-то вытренировать здание не хватает она спим тогда просто посмотреть сколько сейчас шкур у меня есть и могу ли я так шкур всего 5 там кажется нужно то ли 7 или 8 этом не пойдет ладно восстановились и идем в новую локацию сегодня очень продуктивный день сегодня мы наверное локации 6 закрыли самых разных боев массу провели зачем-то торгашей пустила самый пик башни там не только торгаши там это работники в принципе что 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 еще я взял просто тех работников которые приблизительно мне это могут как-то помочь ох следование артефактов уже готово это кто такие алай хорда алай хор причем много их там как минимум 5 человек сейчас проверим как работает эта штука хотя там рикошет должен быть надо чтобы был на кого рикошетить правильно ведь концерт да поэтому в массе он должен работать вот-вот-вот-вот-вот как он работает рейндж где-то метров пять так и электрошок еще дам это паралич давай электрошок теперь попробуем ох да отражается ой как отражается ну это вообще бомба просто бомба надо стараться только стрелами собственно этими и этими работать и все окнушение там на класс раз-два-три раз-два-три даже круче чем а у язык и на ней просто x2 эффективно здравствуйте халява дешевая халява хороший сигельчик зелен какие-то странные кристаллы кристаллы подобные этому стали появляться в каменном море вскоре после того как лазурю было уничтоженное диктом кайруса неизвестно являются ли они следствием магии владыки или результатом экспериментов кайрона который тот проводил во время войны который тот проводил во время войны тут можно кстати даже что это лазурит атлетика получили лазурит что ли или что собрали видимо для крафта материал неплохой надо присматриваться собирать его ой здравствуйте во имя кайроса что ты творишь командир говорит октава зачем убил тех ребят из хор они сами напали с красным от ярости лицом и направляет на вас оружие и не пытаясь отрицать пустула моя девочка все видела на это та которая слиняла завоевание я ничего не творю уничтожая города армия теперь когда я раскалютываю жалкую ватагу на кровавые кусочки как я сделал с этим королевством когда проразгласил на на он приземлительно усмехается качает головой впечатленные и раздраженные одновременно но когда он облизывает губы становится ясно что ему хочется проверить невероятные слухи о силе вершителя суде повелителя огня он не собирается отступать а вы слышали вершителя судеб но мы не отступим давайте выпотрошим у этого засранца сирин удивительно как много себе позволяет это алла шавка тут нет никого кроме тебя так что же это за мы такие или лавры не рад и не дают тебе покоя гнев а лава хор увеличивается он оглядывается за спину исказив лицо в самоуверенной ухмылке но это выражение долго не держится он начинает яростно материться осознав что две из его лучших фури сбежали оставив его там самоубийственном положении чтоб вас кайрос разодрал что за шутки он он повращается к вам в слегка смущенный неуверенный улыбку а потом пожимает плечами бросается в атаку ха 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 лив работаем я начну работу с замечательных заклинаний которые отразятся эхом оглушение господи как там такой урон господи это раз это два рикошетик это три рикошетик всем рикошетик там оглушение так настакивается еще разок пожалуйста не достала до до тех алё давай ну достала до кого-то достала один остался бедолага как же жалко вообще с города конечно ну да это вот штука меня помню разок убила просто еще перебила мне упреждение видимо было на те хаоса и сайлент скажи подействуй да не мотает полминуты здравствуйте не мота полминуты взрывается что ты там делаешь нужно когда сало спадет конечно предмет или на все в этом стойке половянный по этого спала 1 оп 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 пыщ взрывается здесь у нас алый журнал немножко всякой фигни спуск вниз подъем наверх о обнаружена ловушка хитрая какая ладно я могу и и и обезоружить и четенько подходим прям вплотную ну нет ну я я дружал ну так хотелось мне красиво все сделать мизейшие темнейшие так бронзовый топор всякая лабуда ненужная здесь трупы обыскиваем неплохо для крафта материалы я хочу вот сюда забраться потому что там тупик явно какой-то лут атлетики хватает казалось какая-то ну да я рекомендую как бы сыграть себе сапоги ордынцев чертеж пылкость кинжал кинжал да начинаешь на там эксперт поставь я точно сразу сразу ставь эксперт максималочка без сейвов и тебе понравится просто казалочка реально ничего сложного нет как видишь о сидел новый иллюзии сюда спуститься или сюда спуститься лучше наверно по краешку так похоже на тупичок вместо места очень красивый конечно здесь валун может взвинуть вода уйдет рычаг у меня есть и могу спуститься туда дальше и нужно было вода немножко опуститься ну а толку или я могу а я могу типа полутачу с этого сандалии дворянина и все что ли ради обычных сандалий дворянина вот это вот делать нам ну крайне странно о 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 шпиль аврора неполный рисунок их три штуки нужно чтобы опалать что нормально все открыть еще кристальчики скорее всего здесь да собираем вот тут тупик нужно все-таки обходить то есть возвращаемся наверх поднимаемся обходим спускаемся сюда сам не на эксперте играешь да но я же говорю что могу же сказать что на x можно и с экспертом потому что казуалочка алло алло здравствуйте я сжал а куда ты подруга вообще-то ну ладно да доставайте 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 как как может кто как может немного немножко контроля немножко стрелочек чуть 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 уже люди падают так 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 танк вообще не нужен вот только для баб слушать а может тогда мне бафы бафы сделать танковские может пересмотрим сейчас на меткости или на скорость ну кажется там такие есть на самом деле бафы этим на стоит составление минус так убить октаву его ватагу и зарядила теперь повышаем уровень здесь что если влечевым скорость перезарядки заклинаний здесь взяли пассивочку да и нужно вы на эту могильный свет забиваем ледяной урон 10 процентов эти матери не нужны что у нас из пассивных еще есть электрический ледяной но тут чистый на самом деле я наношу усиление стихии нет вообще вот сюда нужно идти вниз вот эти пассивки так что ледяной урон понятно что пока льда нет но до здесь что волшебный посох тем более этого так собирающие кристаллы можно спуститься холдом она вижу ловушку и зверолюдку но не френдли должны быть настроены я же там спас их всех но прежде чем идти дальше зайду в тупик там трубчанский и возможно какой-то чертеж в общем майкер негр да 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 ну повелитель огня мы сначала сделали девочку которая а это что такое кусок железо клеймо новобранцы фалово хора ясно хорошо так давай-ка себе скинем пока выносливость так тебе закинем вот так большой бутыль несколько маленьких фига хавчика но френдли мы все френдли да 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 они должны как бы а стоп мне же знание повысили сейчас не двигайся человека на подозрительно принюхивается объяснись или умрешь человек пришел в логово ко мне пытав что ему нужно дела вершителя судеб тебя не касаются нужно поговорить с предводительницей короткий кивает проходи входи но не начинай драку прямо стокровка захочет поговорить человеком со странным запахом смотри насколько знания опнулись у этой подруги 145 не сильно но можно например попробовать радиус снарядов обновить в грозе тут попробовать увеличить скорее всего кд цене сейчас вот в эти обилки что в электрошок что в уменьшать именно время перезарядки у нее еще есть свет таратуса которому надо добавить максимальный ну сделать максимальный урон и могильная хватка тоже наверно кд уменьшаем давайте поговорим у них тут хорошее наверно селение какое нибудь ой маленький как и детеныш зверолюда бегают искатель черная пасть у них нормальный город наконец-то наконец-то я хоть с кем-то могу нормально пообщаться а и сюда я могу прыгнуть да могу на разобьюсь черная пасть здравствуйте человек существо морщит свой широкий серый нос в отвращении говори или оставь зверолюдка в покое так что за детеныши это детеныши черной пасти вручить зверолюдка ее мрачном голосе слышится сметь предупреждение горность гордости сильных хорошие детеныш умные выросли большими хотя им всего два сезона два сезона рано детенышам покидать яму молоди или молоди и бегать повсюду но приме нужно было логово так ты говорил о зубах старейшин что такое зубы старейшин гордость мистиков камнепытов драгоценные фиолетовые кристаллы растут в каменных землях собранные осколки старейшин мисс могут носить подобно жерелью из зубов почему камнепыта так заботятся об этих зубах старейшин это сила люди вторглись на эти земли говорили что ищет камни под названием лазуриты на самом деле воровали зубы старейшин теперь лживые люди должны страдать я мам молоди хоть если так не хочу знать яма молоди там где держать молоте он видимо вот внизу спросить о другом ладно забыть может они тут говорящие за землю может торговать можно вы подходите с горблен и пристрелил зверолитки которые украдкой ковыряют землю вы услышали ваша шагена испуганно поднимается прижимая сияющий осколок лазуриты груди оставь мистиков покое говорящие за землю обращаются только с камнепытами и землями пламя человек не член стая не камень понятно какие-то психи у вас хроник сапфир да тут тупик переход тут тоже тупик идем наверх черная пасть говорили камнестражница искатель похоже именно в этом отгороженном помещении зверолюд прятали детенше от опасности судя по всему не так давно его использовали для содержания пленников замри человек стой где стоишь зачем человек пришел в логово камнепытов чтобы были проблемы если так зверолюдка с радостью вскроет человеку когтями грудь в каких преступлениях повинны люди которых вы держите в цепях люди зашли в угодье племени вторглись на священные земли не имели права хотели украсть у зверолюдок стокровка говорит держать людей прямо решит что с ними делать убить или отпустить человек спрашивает о нарушителях потому что нарушители тоже люди или потому что человек тоже нарушитель зверолюдка внимательно смотрит на вас лицом и и напрягается не вмешивая меня в этой они для меня ничего не значит тогда уходи с этой нужно поговорить сначала какой-то квестовый товарищ есть но боюсь что они смогут сагрится разломарой не нравятся люди на землях племени воняют потом и грязью выглядят как латники но слабо убивают своих сородичей ради еды на на пустынных тропах не лги мне зверолюд я вершитель тунана разреженно взвизгивать зверолюды двери не лут зверолюды не лгут в отличие от людей видел зоркими глазами зверолюда латники окружили искателей вместе с серым камнем помню потому что охота была страшна латники ваниль гнилью были слабы и с трудом убили стаю своего же размера попробую разобраться новая долина серого камня отображается на карте охотиться скрытно латники опасны обычно отправиться в долину ну тут уже топ вон 100 кровка стоит о щит бронзовой осадной но мне лучше так и изделие живучести вот это хорошо живучесть это это замечательно живучесть это же живучесть правильно живучесть это действительно живучесть я пью живучесть увеличил хп на 12 человек предварительница племени камнепыта хмурит брови при вашем приближении янтарные глаза хищницы следят за каждым вашим шагом кто смеет приближаться к ста кровки сильнейшие в каменных землях первые свободных охотниц зверолюдки не знающий границ колдуньи и приме племени камнепытов она принюхивается и ноздри раздувается впитывая ваш запах от человека пахнет воли альфы грызнёй над свежей добычей интересно но все равно человеку здесь не место почему же странный пахнущий силой человек пришел в логово племени так что человек хотел провыть ста кровки провыть ста кровки прими великих камнепытов поторопись иначе зверолюдка заскучает загонит тебя как кровавленную дичь хамство я не потерплю мне нужен лазурный щит мне сказали что знаешь где отыскать точку это чит у племени это доказательство силы ста кровки зверолюдка может отдачить человеку но зачем зверолюдки я вызываю тебя на бой защит играя мускулами серый зверолюдка возвышается над вами подобно горе она громко ревет свирепо щелка и зубами думаешь человек первым бросил вызов ста кровки прямо сожрала печени сотен соперниц и сильнейших охотник зверолюдок она почти наносит вам удар когтями но сдерживаются ее руки дрожат когти срапают бедра даже боль вверг племени мог бы справиться со смутьяном с тупыми когтями но нет ста кровка колдуньи прима камнепытов убьет всякого кто угрожает племени человек хочет обряда крови ста кровка сразится в смертельном поединке она показывает когтистым пальцем на вход в логово оттуда уже доносятся возбужденный шум собравшийся на жестокое зрелище зверолюдов щенки из стая человека тоже будут драться прима выберет камнепыта для каждого короче 4 на 4 поехали капец дипломатия торг да не забей короче там бегать что-то выполнять квесты я и так одному помог и где и где хотя бы спасибо этих зверей фу зверолюдка прима мочить мочить нужно приходить и сразу устраивать свои порядки покажи зверолюдки силу людской магии и железных когтей возьми верх на прямой сильнейший из камнепытов в обряде крови человек получит чит если выживет нормально ну я готов но так надеюсь только четверо будут кажется четверо и только будут охренеть их сколько тут а как покров травы растелался по земле предков как камнепытов так пыль обветренных камней укрывает землю стокровки дабы почтить предков что лежат в земле да начнется обряд достанет племя сильнее омывшись в крови достанет умнее пройдя через обряд и достанет выносливее закаленная яростью сверолюдка глядит на вас кровожадную хмылкой теперь сток кровка прима камнепытов 4 трупа слева да конечно сожрет твой печень и ради племени слижет последней капли крови из перерезанного горла и так что умеют защиты так себе я думаю нужен контроль контроль они дикон шоу давай ты тогда шоковая терапия ты тоже шоковая терапия здесь вперед возможно давай скорость ошеломления этот а бобер а бобер а бобер чуть вперед и взрывается яростью хреновое начало заморозка оглушение работаем 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 зверолюдка vision зверолюд а где стокровка то вообще или они они не алё ладно я тут еще скастовал вот так вот ну так чтобы оглушение было и дальше станутил бы каунте вот этих вот двоих 3 вероятно я понимаю эти идут взборозка оглушенные сколько в коронении блин на паралич так паралич так паралич работает давай вот так вот еще стрелой пожалуйста паралич работает давай стрелой пожалуйста гроза пошла бобер стреляет а где танк вообще почему танк нелё один наладный уже дышит минус один изейшие темнейшие изейшие паралич вай бах что-то я не добил этого упыря нехорошо вышло старый ста вала кто кинг муваля закамёненье то так это минусы еще один тут так тут так что там делаешь открыто способность за репутацию гнев камни пытав треснувшая земля нормально по побились пассивная прикрыть попаданию ближнем бою понятно пассивочка один за бой павший лидер случае поражения ближайшие союзники понятно дикая сила обращение в камень нормально работаем как вы думаете стоит либо не чувака который написал три трупа слева так как вы думаете жестоко наверно слишком да или или норм ну и сразу второй вопрос кто это был а это скрипка написала я даже не знаю стоит не стоит слишком жестоко пишет скрипка не нет не скрипка у них еще урон такой слабый что такое 46 изейшие зверолюдка будет вообще щит отдавать ой ну да щит пасть словно олень от руки человека вершить для судеб не может быть но зверолюдке больно течет кровь ты проиграл отдай мне лазурный щит зверолюдка расскажи человеку щите гордости прим и трофеи щит безопасно не в логовой племени кидала обнажает клыки придвигается к вам старые стены в зиянии всегда щит охраняет алая пасть в зиянии ступая скажи зверолюдке что завершитель проиграл этот трофей в бою так вот что поговорить с алой пастью я бы еще с этими пообщался конечно но я боюсь туда не пустят они нормально вершитель судеб а ты откуда вообще с какого района эти твари схватили нас держит против вольно не знаю я знаю хотят убить или съесть как вождь племени камнепытов я отпускаю я уже вождь изейшие просто одна из четверых все-таки была зверолюдка но слабо наверняка не что-то припрятали здесь жаль торговцев у них нет и вот с этой можно поговорить она же со мной не разговаривала до этого так кто-то громко ходит по каменным землям такой треск и грохот камней мистику больно слышать солгать я всего лишь скромный труба дур который путешествует по землям спеть тебе песню зверолюдка нет нет уж и нежные как крылья цикады и так чуть не оглохла от шума человека прикрывает уши когтистыми руками но потом дергает головой куда-то в сторону словно услышав интересный звук слышу песнь земель в зверолюдке в ней говорится что человек вошел в каменное племя но человек все равно не достоин какое камнепытом дело до человека который странствующий трубадур если он слабый мистик человек сильный как зверолюд да но и больше но только силен но и мистик тоже заточить когти как и должен научиться древним знанием давай мне древние знания во-первых далее ожерелье из зубов старейшин и путь проход отбора отнести зубы старейшин к ветким старым стенам заряди осколки чтобы сделать собственное ожерелье из зубов на сей ожерелье научись разить мистик когтями будет ждать молодого колдуна том же куске скалы что и сейчас вернись а мы там победой не возвращается вообще вот не зря отправится проход отбором так сейчас нос на выбор ты где-то квеста 333 только пройти сюда не могу да танец отбора проход отбора я бы пошел знаете куда к шпилю сразу же вообще шпилю шпилю наверное это вот основное хотя могут другие квесты закрыться если что а как мне пройти то они тут все за это самое только одно есть место вот вот только так можно пройти ладно побежали поговори с атли у атли у нее там мега активный диалог дважды отменила дикт кайроса мегачев есть враги разрушение дикта стела сигналом обсудить о чем-то другом есть несколько вопросов говорили говорили все говорили давай сменим тему нам пора идти поговорили добрый вечер древо к так у нас вот шпиль старые стены взиянии проход отпора долина но сначала шпиль потому что шпиль это это шпиль прям врываемся в деревне пришел поубивал поторговал пошел дальше ты правильно пытался пройти мне туда пустил так что поговорил с зверо людьми в проходим ликон базилион ребята вы что здесь делаете у нас ждут он не отвершитель судеб я исполнил свой долг не тащи меня обратно кто ты такой древак активировал премиум на ваш канал кто ты почему ты думаешь что я собираюсь куда-то тащить спасибо за активацию ты же сотрудник суда слушайте я знаю что я нарушил порядок работая со скаловерсами но мы же не заключали никаких договоров ничего такого клянусь было просто рукопожатие поверь мне пожалуйста тут опасно это зверолюда не словно взбесились хотели убить меня вместе с этими проклятыми скаловерсами я не хочу умирать позволь мне сбежать расскажи что случилось когда море раскололось я решил что смогу зарабатывать на жизнь ставь составляя карты я хорошо знаю здешние края так что скаловерсы на не меня сопровождать их они искали какие-то драгоценные камни но камнепытов похоже было еще другое мнение когда мы углубились на их территорию они уже поджидали сохраняя камни один из зверолюдов бросился на скаловерсы вот тогда я сбежал исполнил долг решительно на то чтобы я не подписывался попальные благосклонность 2 откуда-то бьет себя кулаком грудь приветствует у вас можно стойкость апнуть если благосклонность до 4 довести и обращаю внимание на этого труса позволь ввиду в курс дела полагает и здесь чтобы помочь давайте сейчас поможем этому поехали на нашей стороне хоро предпочел прийти к взаимному пониманию короче будем вместе против по зверолюдов здесь воевать мы не торчали бы тут посредине кара знает чего если бы это не было необходимо видишь ли лазуритовые жилы этого региона крайне важны это ведь они заставили кайри но забыть про приказы отправиться каменное море используя их рефракционные свойства мы сможем усилить фазовую скалу отлично отлично мне очень нравится мы наняли местного сборщика хлама чтобы он показал нам где больше всего кристальных жил привел нас сюда сперва забрал зверолида показались нам сговорчивыми но вскоре после начала раскопок они пришли в ярость мы дескать обворовываем их предков или какой-то такой бред среди них есть некая алая пасть похоже она у них что-то вроде предводительницы но она скрылась в шпиле прежде чем я мог вызвать к ее разуму она должна щит готовы цепиться к друг другу в глотки что мне за это будет и что за это ах конечно отводит взгляд в сторону явно завешивая свои варианты почесывая подбородок медленно поднимает глаза кирка осколку лазурит установлены на вершину посоха этот кристалл выглядит впечатляющим и хочется расставаться с ним можно эти другие экземпляры похожего качества это все что у тебя есть я бы не предлагал блин я не то сделал черт я хотел с ними залут так пока уйти еще попробую поговорить да ладно это косяк ребята это просто косяк просто 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 косяк так во первых я нахожусь я нахожусь блин в каком как мне перейти в глобальную карту такой вопрос а зачем старые стены в зиянии ты находишься здесь это вот любой ценой да поговорить с алой пастью нам нужно ну ладно проходим пока тут народу так довольно много ловушка сработала там дальше зверолю до идут о я раздлинула когтя взрыв прикрыт попадание огненный урон аое вот вручом здесь прикольно было бы уничтожать но хотя вряд ли он наносит такой урон как так карабкаться не будем а вот здесь кристаллички возьмем ищи тупичок ерунда сейчас зверолюдом пойдем тем более что мы с теми зверолюдами договорились мне в общем то должны если что можем вызвать на дуэлечку сразу же на вскидку стандартная схема и приближайся человек убегай или объясни зачем ты в каменных землях если скажешь про зубы старейшим племени зверолюда закопают человека в землю я не хочу зла племенем не нужны какие зубы просто поговорить с алой пастью не от алая пасть человеками не говорит зарычать пропусти меня заходи человек будет и гнев и благосклонность увеличивается камни пытав скальный обрыв стук атлетики нужно что туда спуститься и ешки-матрешки еще уникальная сломная челюсть прикрыт попадание кровотечение 13 секунд но я прежде чем заходить в внутрь сначала посмотрю что вокруг тут явно что-то будет но спуститься из-за такой атлетики слабой я к сожалению сюда не смогу там что-то было ладно заходим о узнаете это шпиль это вход в шпиль это стена старая а вот она пасть скалаверши решили подраться что-то там из личкой стал не могу опять же атлетика черты и побрал сделать рисунок так у это второй кажется пока вы работаете лантри останавливается за вашей спиной видишь как этот узор обрывается с двух сторон думаю это не полное изображение тогда поищем другие согласия с прием достаточно бросков отпечатков это понятно тут сидел я его не знаю заносчивая магия магический штрих силу длительное заклинание материальной силы и защитной формы только на заклинатель буду действовать такие вещи так себе штуки даже не буду пробовать ну говорим с этой подругой кто здесь кто идет медленно мягко кто смеет подходить к алой пасти стражницы логовой камнепыта в старых стенах говори человек быстро быстро объяснили или алая пасть оторвет чужаку челюсть мне нужен лазурный щит стокров как отправила мне к тебе сказав что я могу его забрать может быть прим отдала щит человека может быть нет алая пасть не знает ей приказано охранять если человек докажет что достоин что зверолюдка отдаст ему щит убей вторгающийся в наших краях земляных колдунов ты сможешь забрать щит охренела что ли угрожающе зарычать я прима твоего племени хочу этот щит ну смысле примак альфа как он называется ты дашь мне его сейчас же не потом без всяких слуг человек пахнет силой пахнет дикостью как камень кровь случка случка она быстро шевелит носом пахнет позором стокровки люди всегда так нетерпеливо на фыркает качать головой лазурный щит изи просто изи если премии нужен щит чтобы испытать чувство гордость зверолюдка даст на к мой щит озорный щит плюс 2 к парированию при нанесении урона о и благодеяние заступника при активации дает бонус к быстроте скорости перемещения точности я хотел танку дать хотя парирование уклонение клоне восстановление пофиг да давай так а может просто два разных дверзных пушки возьмем даже наверняка и что-нибудь подходящий одноручный клинок титана и лазу не могу так и у меня еще даже должен быть неполный но уже понятный чертеж то есть круг до угла ой можно вот так за такая халява давай скорее всего он полный ну кто-нибудь один повелитель огня так 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 тут ломаная штука и вот тогда и зеркально все они зеркальны поэтому уверен что так получится а отчего что-то сделал почему не соединил эти штуки почему не соединился а потому что вот она что на ты же еще вот и здесь и четвертый шпиль домой господа четвертый шпиль из пяти а как же лутая могу к ним вернуться в любой момент понимаешь любой момент просто возвращаюсь хоп и все что внимательно посмотреть что в этом шпили построить вот он четвертый шпиль ребят шпили вели 4 из 5 и 5 не так далеко уже знакомый свет шпили устремляется ввысь исчезая у горизонта в направлении колодца вендриянов вы чувствуете как земля уходит из-под ног и отдаляетесь и отдаетесь на воле теплоты окружающие у вас энергии шпиль авроры в зиянии кажется беспокойным и неистовым словно готов вырвать свой фундамент из земли если бы на это хватило сил камень камни хоть и чистый на вид на ощупь кажутся слизкими от крови какие-то ритуалы и потрясение каменного моря с годами исказили это уединенное место вы чувствуете как вас насыщают бьющий из-под земли поток энергии в каком-то безрассудном иступлении образует связь с колодцем бедриена по логике я знаю что стою на прозрачной скале однако в этом месте мое равновесие теряется я чувствую как камни под ногами беспрестанно двигаются и пошатываются тут в пору сойти с ума однако я полагаю что ощущение следует списать на отголоски воздействия дикты камня мне соверш мне мерещится или магические по полюш магическое поле шпиля пришло в движение но бурлит это место жило с твоим появлением в точности как горный шпиль но здесь вместо мерного гудения это напоминает скрежет и крики не однообразный гул а хаотичный хор может быть водопад нет решено в самом скором времени я сяду за тракт за трактат о шпилях и труд сей вызовет зависть в сердцах всех оставшихся книгачей невозможно это терпеть что только у меня так что только у меня такое ощущение что словно вот-вот опрокинешься через край и почему все время полу шатается так вот тренировочный лазарет блин а ну видимо выбор только из тех кто остался до этого до тренировочный точность атлетики хитроуми и от лазарет выносливость воля магия прозрачный там призрачная видимо было какой лазаретик здравствуйте так я сразу хочу этот шпиль загнать работников редкие зелья эмоции жизнью волшебный посох зелье 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 о знанием книгачей мастер обучает знанием управление жизнь волшину короче знание ключевое может у него выше кап еще знание а это он же алхимик ок эмоции волшебный зелье отдавая этого тоже мощь все они появятся при следующем посещении насколько понимаю шпилем выращивают всякие всякие штуки ол химический стол еще справа absolutely not сидел бескорыстная магия материальная сила защитная форма знаете мне защиты дохватает я сосредоточен сейчас на уровне и моего мои раз и два потом посмотрю нет те штрихи особо не нужны а вот она что михалыч ясно нужны вот эти вот припасы травки из которых можно делать так а что я хочу я должен типа отойти и вернуться правильно ведь давай с одного шпиля в другой хотя надо было все таки по часам чтобы что-то хотя бы что-то прошло ну вообще эти товарищи должны появляться просто без привязки ко времени при следующем посещении шпиля сейчас его один метнулся сейчас второй если там будет товарищи толковые по знаниям хотя бы до соточки это будет очень полезно ну у повелителя огня то кажется больше 100 знаний базовыми да кажется появились давай поговорим с на что я могу рассчитывать что-то для меня изготовил что думаешь о шпиле уйти вот книгачей хотел потренироваться знания 150 150 раз-два-три-четыре-пять все сюда каждый левел надо вообще ходить на каждый левел я уже не смогу 150 капец какая халява ладно каждый левел сюда ходим каждую левел на продажу сидела жизнь управление жизнью лесом идет тут даже сильные зелье исцеление можно в хорошем количестве взять два зелье воскресенье тоже возьму мрачная песня ты что тренироваться нет никакие тренировки вообще не нужны то есть тут торговцы и знания исключительно я до привалы кей ничего не изготовил надо сюда идти видимо как-то в этот шпиль и раньше чем до до того как ты вниз пойдешь можно же было выбирать на юг идти или сюда ладно давайте в следующий проход в новая локация есть два-три сайт квестом вообще щит получил я типа могу забить не 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 сейчас как раз нужно уровень по получать знание апнуть это как раз то что мне нужно я нахожусь сейчас танец отбора пропитать ожерелье ожерелье из зубов старейшин магической энергии вот что мне нужно чувствую подвох подвох чувствую я потому что трупы огромное пространство и посреди квестовый предмет дозрительно в общем ладно давай из места силы в земле выступает причудливое остроконечное скопление кристаллов лазури лаз лазурелита насыщенной мистической энергией он пульсирует мощность земной силы которую камни пыта называют просто кровью земли вот она погибли здравствуйте чтобы продолжить напитывать но я пробую отступить потому что не хочу сражаться в такой ситуации но мне не позволяют это спокойно сделать блин да это огоньки михаил михаил это огоньки пусть они просто собирается а как соберутся шарахнем вообще какие проблемы тебя там все же есть они же тебя во-первых не пробивают у тебя там шлем есть просто делай стрелу раз делать стрелу 2 делай сделать стрелу 2 делать стрелу 3 они там это же бичеватели обычные они же не лёг вот пожалуйста потом делай молнию на бичевать там же отражается просто прекрасность они же мелкие огоньки это стандартные виспы разваливаются очень просто они не пробивают я переживал так добавлено примечание погибли привлеченные в список магической энергии заполнили прах уничтожьте чтобы выжить и завершить обряд теперь нужно продолжать напитывать жерель и оживили вообще как-то изменилось или нет даже его не видела если честно сейчас уже должны посерьезнее быть изверги да 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 изверги я отступаю только потому что хочется их чтобы не получили встали просто-напросто и все но кажется некоторые просто не подходят а он подходит хорошо давай так вообще стою таким образом что можно юзнуть по крайней мере стоп а где погибели уже была какая-то это приятная штука подъем неважно не не принципиально абсолютно так 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 каждый там занят своим лантре добивается вы его здесь тут бобер потом не перепрыгивает к сожалению так далеко на следующую цель это что у них молния резисты конские все равно пробиваются был не успеваю контролить по прям по по всем сверху справились не справилась да есть еще же вроде поплотнее товарищи до добавлено примечание завершите насыщение последние последний вызов о опустошитель а вот это что-то вроде босса да ну того мы уже встречались с двумя подобными я к сожалению не успел не дождался отката заклинаний все перемещаются сюда давай начинаем их его контролец это раз это два паралич давать 3 тоже паралич кофиг на выход из боя и еще паралич ты тактика урон все увеличивается ой куда ты побежал гад этом ужас просто я бобром продолжаю наверное здесь нужно вот так вот скостануть чтобы дать просто контроль но все в страхе а и и испугу испугу спугу может быть танк наш может что-то сделать стойкость защита сбивания отталкивания колесо бурю давай апнем стойкость испуг все еще работает пробует а полутвоина сделать сейчас боберыш придет себя взорвется раз почти почти взорвался так этот приуныл а что с ним не так куда-то он ушел как пропал друг в инвиз как будто ушел а вон он нет ты изверг просто что я сделал не понимаю так давай мы тебя подлечим там он кажется не видимо просто лантре потупливает слегонца наверное стоит ему самому подлечиться танку лучше я сюда верну ты давай встань вот это вот вариант он проявился смотрите проявился появился паралич на него лантре может сейчас тоже зарядить очень хорошо потому что у него после лечения скорость перезарядки сейчас снизилась я не знаю сколько там у него одна секунда видимо это минимум ну минус 73 процента восстановление да видимо одна секунда это абсолютный минимум который ну не который который не контрится типа раз стрелки откатились сейчас будут отскакивать и глушать добили 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 и ачивку дали долой опустошителей ты добивая этого добивая этого да хорошая тема с этим лечением потому что одна секунда на 6 секунд это 6 кастов фактически он делает вот два два с половиной раза быстрее чем чем без этого да и должны сейчас еще дать пожелие какое-то так вернуться говорящий убить погибли чтобы напитать нужно вернуться к той подруге и вот ожерелье меткость попадания маг запас здоровья 20 процентов для танка хорошо зайдет но хотя может еще как-то его можно усилить выкинь дебаф ты даже на босса не используешь аж так а все равно свободные слоты ты не поставишь только шесть заклинания обладают более менее стоп и нужно в каменную трясину правильно правильно потом к бледану марку можно пойти сказать вот он щит мне бы во второй шпиль пошлешь пошлет тут есть серия квестов который можно довольно быстро выполнить еще последний локации оставшиеся алмаз дель диабло привет 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 здесь я попробую поговорить еще с стражниками потому что они именно как раз они мешают от проходить в соседнюю локацию не оббегая всю карту а именно давай попробуем все ночь еще погодите давай а это наверное с теми нужно поговорить да я прошел обряд отбора благосклонность увеличивается слышала песню победу потом дзинь топ дзинь топ шумные поступи человека который который прима ловушка с погибель лучше всего обучает мастерство мистиков камнепытов учить делать кожу жесткой задачивать когти выживать или умирает заряжает зубы старейшин силы его или возвращает тело каменным землям и смешивать с кровью предков все это хорошо для племени она размахивает руками и раскачивается неразборчиво бормоча нужна оживительная кровь для прирождения каменных земель для цветения придет когда сезон людей должен подойти к концу скребила майка пай она не изменилась по сути и 20 хп вы знаете как то вообще не хочется брать что тут три стойкости обилка тут отражение за диване хотя задевание наверное стоит так сделать и почти два уровня что самое главное у бобра близится лэу я не могу пройти почему нельзя пройти все равно построил не работает эти не разговаривают поунижали скули там встань на четвереньки скули трижды повысил отношения камнепытов один раз за бой в случае поражения ближайшие союзники получают 4 быстроты искусности силы здесь тут и гнев есть и благосклонной защиты выносливостью к силе столько навыков на самом деле можно их в любой момент взять и и использовать но потребности нет надо я не собираюсь у нас возвращаться поэтому проделаю этот путь назад сейчас подумать лазурный щит можно ли к бледну марку пойти возвращайтесь полу врата расскажите сдать квест что мы спасли людей и разделяю властвую так давай людей сначала потому что могу апнуть 20 левел тогда я смогу сразу пять знаний еще накинуть бобру знание очень важны если бы я если бы я знал пошел бы сразу же в этот не на юг а именно сюда потому что где-то 3-4 левела это 20 это знаний я просто недополучил ну конечно я их и так и так качаю постепенно с с применением заклинаний но тем не менее охрана прохода говорит говорит говорят так сдаем квест товарищ который кажется по центру да вот здесь включает встречает грейсон они чудовище фыркает благосклонность увеличивается но xp не дали то есть квесты я сдал но урок опыта не дали ну квест дал сейчас мы идем с вами в последнюю локацию в который ближайшие округи последний сайт квест отсюда вот там не что-то нужно связанные с опальными разузнать сделать мог в другом месте лазарет построить а он только в лазарете господи а почему не в библиотеке лазарете он да надо было в первом же шпиле делать лазарет и там качается здание изначально до отправляйтесь долину серого камня найдите следы и зверолюд утверждает что солдаты нападают на поселенцев вот так вот милостивый владыка вот больно то как вершитель судеб здесь человек поднимает голову пытается фокусировать взгляд на вас слова кайрус я уж было подумал что ублюдки вернулись чтобы меня прикончить во второй раз что случилось когда я обычно просыпаюсь незнакомом месте в одних подштаниках происходит при гораздо более приятных обстоятельствах разведчики доложили о слухах которые бродят среди гражданских если им верить опальные разграбили уже несколько купеческих обозов конечно это были не мы по поэтому нам с и содом поручили провести расследование тогда мы не знали что целый отряд щитов сгинул без вести я шел последует этих ублюдков несколько дней нашел тела членов отряда в нескольких лигах отсюда решил было вернуться на двое щитов для и сода они что-то значили он убедил меня продолжать и мы пошли дальше наткнулись на лагерь харистов разворошили оси на гнездо они разжились нашей бронёй и грабили купцов выдавая себя себя за нас понятно ясно мне нужно у них короче хорошо к ним относиться алых ор за это заплатит благосклонность увеличивается они могли уйти далеко вот следы показывает на север если найдешь этих алых ублюдков передай привет от грэйвена аж после этого отрежем яйцам вот так вот можно с направо уйти но меж послали на север мы пойдем на север три палка из алого хора и как я должна сражаться в этом один только нагрудник весит больше мула этого могу дышать в этой железной ловушке мужчина рядом с ней рычит что-то ноешь как ребенок у меня шлем даже и налезает на голову думал у них булыжники вместо башки но это штуковина детского размера и жмет словно яски я кажется не могу ее снять откусите свои кретинские языки а то их от отрежут даже через забрала ворона говорит несколько набегов мы заставим опальных молить о пощаде изи просто изи разрулим ситуацию они френдли вот очень странно поговорим как у них с тут у ду 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 благосклонность может уже увеличивать обращайся к вершителю судеб и вы нарушили мир кайроса на сказание смерти я решил опальных лучше чтобы они френдли были и так сразу гнев для контроля шок для контроля и для урона сюда тоже шок неважно я конечно ты работаем оглушение по всем с рикошетом высасывание жизни тоже с хорошим с рикошетом раз два три бак-бак-бак один уже падает замертво дальше идет паралич обновляем мы ну и можно по двоим вот так вот зарядить раз изи у не унижаем их у ни жа ем так тут есть какой-то проход в общем маленькая локация такая я хочу посмотреть что вот здесь вот находится будь здорово спасибо большое да это код я пришел вижу во первых сюда кота не пускаем код сидит она типа не палится на кресле на изголовье вот здесь вот на жене я смотрю на моем рабочем столе несколько черных волос приплыли уровень я кстати не получил этому товарищу мы должны вообще сдаться может левел дадут я отомстил благосклонность повышается там стойкость же увеличивается если я доведу вот стойкость стабильна так все сейчас мы возвращаемся к этому в пепельную глушь и нас не должны направлять на правый шпиль блин знал бы построил бы лазарета из изначально думал библиотека это знание хрен там не пропускайте если будете играть за магов не пропускайте лазарет в первом же шпиле делаете покупаете этого товарищей и магом знания до предела просто апаетесь и чтобы не было проблем никаких ну что бледен марк ты готов? у тебя отлично получилось в ярусе я бы даже сказал что ты второй охотник в этих краях после меня значит ты нашел лазарный щит перед твоих руках еще одна из самых ценных реликвий яруса если ты помнишь хоть половину того чему я тебя учил то теперь немногие из ярусников смогут взять над тобой верх в поединке я проходил игру не на самом сложном уровне и решил что из-за этого чем играешь тем легче скажи у тебя так да так и есть чем играешь тем легче на всякий случай давай устроим быструю проверку поднять щит интенсивность лазарного увеличивается выхватив кинжал он бросается на вас сократив расстояние быстрее чем это под силу человеку он быстро появляется изгустков тени по разным сторонам от вас наконец бьет вам спину не издав из звука но предсказав нет спровоцировав угол его удара вы легко успеваете повернуть щит отражаете лезвие его клинка с громким скрежетом в ответ вас наполняет чувство уверенности от теплой и опьяняющей магии реликвии вы без тени сомнения знаете что пока вы держите защиту он не может вас тронуть впечатляет произносит он теперь быстрее чем во время прошлого боя он переходит из тени в тень пробегает делает бросок появляется бьет смещается ускользает обратно это было весело пока что хватит обсудить другие вопросы должен признать я удивлен приложив столько усилий чтобы завоевать доверие ты решил пройти дорогой одиночки или может быть не смог выбрать другой путь я видел на что ты способен в тебе кроются не просто таланты тебе скрыто нечто гораздо более необычное опасное и другие охланты будут бояться тебя завидовать тебе и навидеть тебя во всех возможных значениях и никто не способен на такую всеполагающую ненависть как голоса не рата он запел свою боевую песню и мобилизовал против тебя алый хор можешь гордиться до сих пор вывести голоса из себя удалось удавалось только гревенуаш алый хор меня не страшит один боец алого хора не страшит никого это правда но генерат собирается бросить на колодец фендеренов тысячи в атак вряд ли ты сможешь перебить их все это их же экспаналы в лапах но я с интересом построил бы на эту попытку тебе нужно незамедлительно возвращаться в свои земли иначе горный шпиль пойдет под натиском орды защитив свой дом возвращайся мы обсудим что делать дальше свидания дадут ли мне экспу хотя бы для бобра блин хрена с два вернуться в шпиль в колодце вендриенов поехали это ж мой базовый да шпиль вот он шпиль и можно путешествовать только на самый верх неожиданные повороты завезли я предполагал что мне с голосами и сашим надо будет драться учитывая какую позицию я тут занял блин я готов это мясо не алый хор просто толпа безмозглых кровожадных упырей ой кто это такой тунан вершитель судеб ну на а нет это это гнев тунана это вершитель судеб ну на вал вершитель повелитель огня вижу тебя появились новые друзья он лениво показывает на панораму долины внизу насадные лагеря окружающие ваши цедалия я здесь по поручению бледана марка если ты погибнешь я завладею шпилем прежде чем это сделают наши враги и хотя он не поручал тебе помогать но и не запрещал в явном виде ага проломить нескольких черепов если мне этого захочешь рак улыбается по-настоящему меня сводит с ума не то что не рад отправил такую многочисленную толпу за твоей головой а то что он отправил часть воинов которые собрал в какафоне при условии что ты выживешь нам нужно огромная скульптура дрожит раскачивая кладку шпиля у вас собеседник едва не падает с ног да мне подстричься я согласен я ленюсь отсюда телепортироваться что ли что 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 кто это сфера в центре резонатора крутится приводим ее в движение какой-то невидимой силой от конструкции которая раньше излучала тепло теперь исходит беспощадный жар и тем он сильнее обжигает ваше лицо чем дольше вы в него вглядываетесь воздух вокруг конструкции насыщается звуком похожим на музыку но звучащую до боли негармоничным волосатый зад кайроса адли прикрывает уши и отходит на шаг от конструкции в центре шпиля это музыка она ужасна такое ощущение как если бы мои зубы пытались найти выход изо рта разве ты не слышишь она пытается выписать руну но узор сразу угасает унесенный потоком а ведь это твое имя если послушать очень внимательно это твое имя которое повторяется снова и снова пока не превращается в сплошной мистический вой повелитель огня шпиль теперь полностью пробудился потоки энергии которые длительное время находились в спячке оживают и танцуют в вашем присутствии что это было вершитель войны низко приседает чтобы прийти в себя от головокружения вызванного слишком долгим взглядом за край под атакой фундамент шпиля возможно магия скалавершцев нет может быть так такое впечатление что общается видениями я правитель поэтому у него магическая связь дай мне много времени узнаю в чем дело я правитель роголос все уши прожужжал про этот шпиль который похож на воткнутый в небо клинок а еще про то как ты владеешь магией этой башни прежде чем враг придет нужно забрать то что принадлежит нам советую тебе изучить свою связь с этой башней будем уповать на кайрос и надеяться что тут есть какие-то какое-то защитное заклинание которое можно задействовать иначе у нас не будет других способов защиты кроме как бросаться камнями с края шпиля так когда я разрушила дикт огня меня заполнила заполнила интуитивное понимание того как работает предварительно провозгласить провозгласить его без слов кайроса 3 резонирует они быстро поймут что мы блефуем если нам хоть немного повезет часть убежит опасаясь последствий короче крикнуть и резонанс пойдет и хумура смотрит на вас проигнорирует незаконное исполнение роли владыки только на этот раз провозгласить эдикт в колодце вендриенов что на продаже есть как все дела да отлично хавчика затариваем собираемся что можно так что делать давай в шпиле вели раз два три четыре шпиля типа да очень много все еще непонятно и этого же мнения такое впечатление что называть воздух дрожит от жары в вашей голове звучит низкий гул шпиль монотонное распевание вашей имени не знаю точно кто на самом деле здесь главнее шпили силивает мы способны селепитой силы шпиля почему я когда вы касаетесь каменной конструкции время словно замирает вы чувствуете что все расы в вашем распоряжении направлять вашу волю выберите область чтобы видеть действующий в ней эдикт а я могу эдикт провозгласить а это будет стоить мне могущество да ко всем навыкам категории магии эффективность зелий не нравится первый эдикт жем провозглашаем эдикт офигенно я повелитель огня крутотень охренеть вершитель отступает на шаг и разглядывает заполненную магией вашего эдикта долину внизу действительно сработало повелитель огня как то есть кайрос передал тебе эдикт после того как я разрушил эдикт мне удалось воссоздать его с ограниченной силой хоть и я нахожу это чудесным но сложно поверить понимаешь много вершителей произносили слова нашего владыки но никогда это не наделяло их такой силы и более того большинство из тех кто провозглашал эдикты умирали в процессе или погибали молодыми он проводит рукой по лбу широко раскрывая глаза хотя опять же после того что я увидел я понимаю что не знал ничего это все меняет каждая пара глаз в ярусах как и на севере теперь будет обращена на тебя но сначала тебе нужно выжить в этом бою иди прикончи своих врагов пока эдикт сбил их с толку напугал и обратил в бегство немедля чтобы они не успели прийти в себя он напутственно хлопает тяжелой рукой вам по плечу а мне нужно караулить здесь чтобы взять шпиль если ты погибнешь если кто-то доберется сюда им придется пройти меня удачи мой друг эх ты кидала лоб опять же нет ладно поехали а спускаемся просто вниз офигеть так события классно развиваются не просто так ты могущество копил да можешь потом использовать его на провозглашение одного из уже прочтенных эдиктов какая-то очень глубокая мега продуманная игра конечно знакомые места опять ворота ломаем а молнии работают да детка ну что мне с голосами не рад что ли придется сражаться заупокоенная ватага промокших под дождем хористов тащится за упокоенные их лица выражают смесь изумления и замешательства что это за мерзкий трюк которым ты призываешь погоду себе на помощь я хочу поблагодарить тебя за то что ты отделил зерна от плевел когда несколько дюжин погибло от удара молнии все кто был мертвым грузом испугались и сбежали она показывает себя за то что ты за плечо и остались только самые храбрые которые получат почетное право оторвать тебе конечности сустав за суставом она поворачивается к своим солдатам и спускает первобытный вой ее воины вторят боевому кличу неистовыми голосами нестачно репутации воины готовят оружие с яростью на глазах им не терпится броситься в бой интересно кто из вас будет кричать знания знания глупцы неужели вы не слышали как я провозглашал этот дикт либо я объявила дикт сам либо это сделал с благословения владыки обдумайте это очень тщательно не сравнивай себя с владыкой твоя магия поразила моих слабых солдат но в ней нет ничего такого что я не могу сотворить что не могут сотворить мои собственные певчие крови верно? довольно болтовни мы тебя растопчем забудем как только голоса не рата ага так эти товарищи то вообще будут работать там один справа заупокоенная с дефенс конечно нет дикий но у них еще резисты их плохие да электрические заклинания так что ты бежишь так ты раскидываешь сразу электрическую сюда ты закидываешь электрическую сюда бобер влетает в стройку блин как-то бобер не очень удачно влетел я хотел по-другому влететь все я влетел хаос просто хаос начинается надо еще грозу сделать вот так вот потому что могу бах бобром тоже грозу вообще как он ворвался мне нравится так подружка нет ладно еще гроза пошла ну вроде все хорошо сюда ты подходи вот так вот может дотянешься до тоже до дальних отлично бобер приходит в себя надо ему как-то наверное тоже вот так сделаем новый уровень здравствуйте 20 бобер просто 20 бобер без лишних слов хп мне пожалуйста и бессмертный последний навык лидерства перезарядка 10 минут здоровье урон офигеть да сохранить конечно ну и нужно будет юзать этот я бы бессмертный сразу поставил куда-нибудь вместо вместо фигни и вокруг хорошо работает ну то есть эти падают минус 2 минус 3 минус 4 очень четенько прям очень четенько 1 2 1 3 кто-то горит добиваем последнего упыря и он протоковал на 8 и здесь и здесь да мне до сих пор 3 страм мне как раз о это кто такой алая фури мне как раз 300 мне бесит то есть это мелодия которая не надоедает вот почему она до сих пор у меня жива в этом ее безусловный плюс это было ближе подбегаться сразу когда мы увидели двоих ну чтобы не тратить время на 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 точечные заклинания по одному по сути нужно и можно самое главное любым из шести заклинаний которые вот хорошо работают по и сразу как можно большее количество за захватывать вернуться гордыми шпилю все это все реально все вот вот это вот все нападение пик оба упак возвращаемся обычно начинает бесит мелодия на будильнике где то через месяц даже несли О, бойцы Алавахорова шокированы и деморализованы вашей демонстрацией силы и легкостью, с которой вы уничтожили их лидеры, теряют самообладание и разбегаются. Среди выживших ходят опасливые слухи о том, как могущественный Архонт, Повелитель Огня, существенно невероятной мощью может издать и Дик такой же силы, что и Владейка. По всей стране людей одолевают сомнений и рассеянность, домыслы плодятся и множатся, но во всех них есть маленькое зерно истины. Нашелся человек, дерзнувший бросить вызов могуществу самого Владыки. Можно не сомневаться в том, что скоро эти слухи доползут до самого Каэроса. Сверепые ветра вашего Эдикта бросают обломки. В стену вашего шпиля идет ураганный ливень, который бьет так сильно, что можно поставить синяки на открытой коже. Молнии бьют в землю, подвергая опасности всех, кто находится на открытой местности, но вскоре буря начинает затихать, постепенно превращается в обычную грозу, а через несколько дней становится легким ветерком. Небеса проясняются, магия Эдикта рассеивается, выпуская колодец вендриенов из своей хватки. Очень хороший текст. В безопасности шпиля вы собираете небольшой совет из преданных вам союзников, чтобы определить ваши следующие шаги. Но прежде чем вы успеете начать, Калю, вершительница судеб Тунана, передает вам послание чрезвычайной важности. Рураб активировал премиум на ваш канал. Это то сообщение? Вершительница судеб Калю. Мне все уши прожужжали этим шпилем, который ты называешь своим. Теперь, когда ты всех убил, кто хотел отобрать у тебя земли, думаю, притязание можно считать официальным. What? Чем я заслужил визит вершительницы? Можешь посмотреть. Никто не может понять до конца, что ты из себя теперь представляешь, Повелитель Огня. Все говорят, ты провозгласил Эдикт Бурь. Не Кайроса, а свой собственный Эдикт Бурь. Созвал собственный волшебный шторм. Отныне ты не просто вершитель судеб, в этом нет никаких сомнений. Возможно, тебе слишком часто довелось провозглашать Эст и останавливать Эдикты Владыки. Зная, что ты на такое способен, когда мы только познакомились, может, все-таки надо было тебя убить? Ну, а теперь-то поздно. Во имя всего-то Ратуса, я могу лишь надеяться, что этот дар тебе не достался по ошибке. Когда будут известны участники нового конкурса, будет, скорее всего, перерыв в любом случае недели до каких-либо анонсов. Не знаю, что и думать о тебе, вершитель судеб. Ты провозглашала Эдикты Владыки. Ой, это Барик вообще говорит, я с ним разговариваю. Фуга тоже. У тебя есть сила, недоступная ни главарям в атак, ни магам. Ты подчинила это место своей воли, а брошила на мир нечто неподвластное разуме. Вершитель судеб на такое не способен. Делаю руку Архонта, я тебе прямо скажу. Смерть из тени, я тоже не разговариваю с ней. Сирин, понятия не имею, как у тебя это получилось, но ученым и не положено владеть такой силой. Это что-то совсем иное. Ты нечистолюбивый маг, недоучка, который что-то узнал из книжек. Ты скорее похож на Архонта, для которого магия это нечто естественное. Ой, господи, молчишь посмотреть? Она усмехается, качает головой. На какое-то мгновение стала завидовать твоя сила, а потом поняла, что это не у меня на лбу написана угроза для Владыки. Я пришла с приказом напрямую от Владыки. Кайрос передал два указа. Во-первых, Владыка потребовала, чтобы один и только один Архонт правил Ярусами. Аааа, сейчас будем мочить Нератой и Аша. А все остальные должны погибнуть или подчиниться. Уаааа. А второй указ. Кайрос объявил себя новым Архонтом. Пошла за руба, сейчас вообще будет... Сейчас такая будет жара. Аааа, два предстоящих крупных файта, это против Архонтов. Аааа, против тех самых Архонт, все ЯГГ. Очень хочу, очень хочу. Так, эээ... Это приказ Кайроса, но не Эдикт. Верно, приказ, не подкреплен Эдиктом. Такой стимул вряд ли нужен, когда задача является наградой сама по себе. Владыка просто временно упразднил мир Кайроса. Архонты могут убивать и калечить друг друга, не нарушая никаких законов. Кайрос знает, и не безосновательно, что новые старые неприязни приведут Архонтов к взаимному уничтожению. Владыке достаточно избавиться от показного мира, наблюдать за бойни, которые за ним последуют. Спасибо. В первую очередь, нужно решить, не преклонять ли колено перед кем-то и нет никому. Удачи предстоящих Изи. Спасибо. Молча посмотреть. Я даже не читаю. Молча посмотреть. Пункт Воющая Скала. Самый восточный шпиль в ярусах, шпиль Зари, который находится в Каменном море. Вот. Когда будешь править Тератусом, найди меня, если преуспеешь, понадобится новый Архонт. Я вроде почти не пил, на всякий случай хочу уточнить. Ты же правда только что провозгласил Эдикт? Сначала ты объявляешь Эдикт, потом полномасштабная война Архонтам. Вся эта глава хроники читается как бульварный роман. Да, понятно, ребята, я понял, я понял. Вы все воодушевлены, я тоже. Удачи тебе, Архонт, спасибо. Я Повелитель Огня. Так, я хочу, во-первых, апнуть, блин, знания в этом шпиле. Класс. Сейчас самая движуха начинается. Грейвенаж. Голоса не рата. Какие боссы. Так, стоп, не сюда. Кто там у нас книгачей у Фера, да? Да. Раз, два, три, четыре, пять. Хорошо, Бледен Марк там еще по сообщению заставил. А я точно другими не могу? Ну, скорее всего, не могу. Да, тут все, все, очень, очень, не очень. Нужно апнуть, по крайней мере, два уровня. Так, ну давай тогда, какафония или шпильзари. Давай сразу в шпильзари. Гулять, да гулять. Тем более, я смогу между шпилями перемещаться, если захочу его. Архонтов пять, Сирен. Сирен тоже Архонт? А, да еще Бледен Мо... Да, точно. Архонтов пять, не два, е-мое. А почему Сирен Архонт? Я не хочу Сирен убивать. Так, воющая скала. Отправиться на ЦУЦ Тунано. Абсолютно не так. О, уникальные. Что это? Управление жизнью. Берем, друг. Посмотрим, что у него, кажется, стандартные перчатки. Еще восстановление будет лучше. Сигил в жизни будет хорош. Удачные перчатки. Судя по всему, несколько скаловершцев пытались убежать. Развивающиеся конфликты. Ко всему прочему, искорюжные фигуры внизу по тропе рисуют мрачную картину происходящего. Логушек вроде нет. Все, врожи. Абсолютно не так. Вы можете посмотреть на это. Где? А, вон. Как забраться? Наверное, вот оттуда. Видимо, можно не убивать Архонта, и заставить персигнуть себя. Туда хочу добраться. Но пока что вариантов не так много. Вижу трупы. Вижу повозку. Кристаллы лазурелита, источник сил скаловерши. Собранная сущность используется магами для поддержания магических способностей. Ладно. Что-то отгороженное. Похоже, поселение какое-то. На право точно можно обойти. Можно даже наверх подняться. Железный катар. Да, похоже на то. Забираемся. О, по кромочке идем. И еще сможем не забраться. Есть. Левел ап. Это, кажется, да. Сирен у нас. Здорово я. Счастья тебе, здоровья. 364 хп. И... Я хотел брать либо сохраняемое дыхание, можно радиус действия защитных песен. О, невинный облик. Невозможно втянуть в бой. Очень хорошая штука. Отражение критических попаданий плюс 100%. То есть критов, в принципе, не будет. Какая халява. Нет, дыхание не так полезно. Давай лучше песенки пока. Круто. Схрончик. О, сигил. Сковывающих выстрелов. Перескакивает на большое количество дополнительных целей. О, имба. Имба, ребята, подъехала опять. Это апгрейд к сигилу отскока стандартного. То есть мы берем... Мы берем какую-нибудь стрелу и... Вот так вот. На три цели, видимо. Плюс 20. О, грязь. Четыре. В два раза увеличивает. Ладно, давай-ка попробуем приспустить дистанцию. Не получается. А, 185. Хорошо. Кстати, может быть, стоит вот так вот сделать. Это раз. Электрошок также должен быть заменен. 200. Главное, без контроля 185. Отлично. И пробуем... 165. Нет, это уже никак. Уже никак. Даже 145 не взять. Беда. Ладно, ей пока оставлю так. А, я в шпиле не отдыхал. Видимо, из-за этого. Ладно, давай призрачную стрелу, может быть, апнем хотя бы 165. Это тоже не получится. Тьфу-то, блин. Вот были бы нормальные знания, все было бы ок. Тут даже 155 не хватает, понимаете? 155. 175. 155. Провал. Ну, видел, как увеличил количество рикошетов, несколько уменьшил урон. Что? Все, это ГГ. Конец игры. Как я сюда смог забраться, но не могу обратно уйти? С чего это вдруг? Баночки, баф, скрафтить. Атлетика нужна. У меня должно быть что-то похожее. Знание, смекалка, стойкость, быстрота. Живучесть. Скорее на уровне каких-нибудь урон парирования. Привал запили. Да какая разница? Привал у меня точно сейф будет. А, вот, 35 атлетики, изейшие, темнейшие. Кого там атлетика упыри? 51, 57, 66. Боберт, что ли, у нас атлетный? Жри. Жри, говорю. такая грязь просто грязь если честно немного пока под впечатлением то есть у меня был столько же атлетики нужно было чтобы подняться 64 я как-то поднялся но спуститься не смог выкрутился на если вот без сейвов то это все здесь у меня не было никаких это просто просто что-то с чем-то а нет я должен сюда пройти получается нет куда мне куда мне куда мне куда мне куда мне ну типа вот в эту в эту часть нужно а здесь можно пройти туплю трупы свежие ой какая выносливость хорошие не пугай так больше да ты знаешь я сам немножко перри 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 переживаю переживать начал потому что это как вообще это как что за халява такая столько трупов так доступно новое исследование доспех певчих крови и спуск или это не спуск а это уже в башню там какое-то там какое-то поселение пока хотим это не лучше башню потому что мне нужно как можно быстрее вернуться после лова опознания прокачать то есть левел получить магички делать не помню что у меня у так ну атли левел получить самое простое да но здесь не хватает чертежей чтобы смотрим конечно на этот рисунок ну вы сами понимаете что после пе неплохо почему не симметричный он симметричный просто не все отображаются так что ты с легкостью уже может делать рису и по центру круг спокойно и зачем ты его закрыл вас извините пожалуйста все василий кто давай повелитель огня рисуем мы отталкиваемся от того что не симметричным то есть даже если на то что здесь нет вот этой штуки все равно нужно сделать так дальше отсюда мы делаем вот так только вот сюда да да ну через это получается то же самое здесь хоть и не видим но знаем еще мы знаем что он отсюда идет вниз и отсюда идет вниз если мы берем вот эту вот штуку она вот сюда вот еще идет идет вот сюда вот яс соответственно так 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 и абсолютно зеркальная то есть все кроме вообще боковых получается ну и парочка центральных по идее вот так хизи здесь же темнейший ребята пятый шпиль давай сюда заноси это первый и единственный понятно но он не такой сложный даже на огромную голову не обратил внимание нормально все не переживайте бдыщ все доступное взорачивку дали свет поразительно как далеко отсюда видно на восток через весь материк будет у нас под подзорный инструмент возможно мы разглядели бы как новая волна захватчиков кайроса уже катится в нашу сторону может она и к лучшему но мне не нечем подкрепить это по эти подозрения ты подверг меня многим опасностям но благодаря тебе я вижу и такую красоту даже хочется как-нибудь встать пораньше и встретить тут рассвет забавно будет в кои-то веке посмотреть на солнце сверху вниз мне слегка стыдно чувствовать радость в такой момент ведь столько мощи было утрачено но все пойдет на пользу общему делу так что жертва не станет напрасной так ну только тренировочную площадку можем здесь делать самое главное я смогу сейчас переместиться на путь знание по крайней мере бобру чё так изи где рандмэн где вопли ужаса как бы все четенько пыщ не знаю просто звук такой был так что двуручное метательное парирование уклонение уклонение атлетика до холды молниями оп хотя нет мне нужно только знание о шкуры доставляет вот вирус мне нужен для крафта луки хитроумие мастер все да готова найдет всех к наставнику рис подойду меня зовут риса здесь потому что есть только две вещи которые имеют как следует делать убивать врагов и выживать чем могу заняться воинские навыки новые приемы хотел бы потренироваться они нехитром меня знали на 50 всего лишь неудачник ну хотя сейчас проверим что здесь есть это все можно продать там тренировки наверху идут молодцы наставник рис о сигил пробивание брони но я их как правило не используем тем более что это кажется сигил перебивающему текущим проникающие силы 2 хотя 10 шкур о мы можем сейчас заказать изготовление специального доспеха для сирин для этого мне нужно отправиться в шпиль вот этот стук конечно возможности делай вообще что я еще масса всего пропускаю потому что либо по классу либо по стилю там не подхожу либо не не очень там мне это интересно но в принципе тут можно очень много всего всего делать так и я хотел закончил есть слитки взяли выковал зачарованные туфли искусность защиты магии плюс возможность грейдить их насколько я понимаю выдающегося качества займет какое-то время бог с ним теперь я должен в этот шпиль авроры за пятерой знаний у главного героя а потом туда же после пары лавелапов наверное вернусь вон в ту локацию рядом со шпилем которая не исследована была полностью так или не здесь да здесь не понял а я на этом левеле уже тренировался вот дурак ладно давайте без знаний апнем я тренировался уже на этом лавеле капец есть возможность сюда вот в какафонию типа но я лучше к воющей скале подойду что там карты я не все увидел там закинул какие-то навыки блин бобру не тем думаю что я уже не встречу этого не забудь ответить билета на марку в посланиях я тоже не обязательно он сам для меня выйдет я хочу вот сюда сходить и стоп 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 странно что я вышел не из шпиля а вот типа с быстрого прохода спускаемся может я в принципе бобру могу уже закинуть что-то по знаниям новое 185 помните этом отказывался от электроштока шока нет 185 и было к сожалению ответь марку не буду уже из принципе не буду отвечать марку с марком скорее все тоже будет война что он такой тут только трупы и все пока я больше ничего не вижу лагерь заброшенный наручи и все здесь еще может быть как-то можно пройти тоже похоже на тупики самом деле а подождите тут тут же есть какой-то проход еще наверху какой-то кайрон какой-то что это такое здесь лежит кайрон рассыпавшийся булыжников странствующий архонт эдикт камни вот он но я что-то за заметил еще а вот но из-за цвета не видел может еще что-то бирюза похоже что нет ладно хорошо давайте тогда к не отвечая марку в точку как раз не буду спасибо за поддержку совет прямо прямо то что нужно че через магов играете надо сразу ставить этот эту хрень тут же просто и качать знания после каждого уровня после каждого безусловно тогда можно такие знания получить наверно не знаю ну 250 может больше это такую такую свободу дает в плане кастов накосячил конечно и лантре не взял на старте ну потому что он так одержать победу над силами алого хора задачка ничего себе у них тут раз группировка два три четыре пять и в центре еще герой а будет мясо много экспы скорее всего мне придется будет вернуться потому что здравствуйте ребята здравствуйте мы приветствуем вас и пробегая вперед там же рикошетов должны были завести взрыв пожалуйста добро 2 3 4 минус 4 просто бобер и имба имба и бобер они не могут быть не вместе нет или назвать это скиллом причем он опять он обратно он он четыре отскока господи он четыре отскока даже с двумя целями делает то есть он возвращается на первую цель ё-моё удаляем не играет ахаляра все дошел до x по экспертному даже движим для судей плевать то по и пойдемте ребят пойдем не могут обрызги крови гнев алого хора увеличился ну перезарядочка я не хочу вот вообще мне бы благосклонность было бы полезнее если честно кто такие ребята кто отгуда вы откуда вы я отступлю исключительно для того чтобы они не кучнее встали просто сами по себе и всем в проблему нет в том что и чтобы их убить поверьте вообще никакой проблемы бобер взорваться не может ну бобер ну ё-моё нормальным бады ищи бады ищи чего разбежались ребят это всего лишь небольшой страх сейчас проверить дарада там кажется лава лапчик был мне показалось тут какой-то упырищи горемож сесть 20 до 20 секунд скрафт баф более сильный заклинание да да можно но это еще больше обуз представляете что будет когда я еще под грибами буду играть это же вообще бешенство я думаю не надо так вот зверолюды ребят давайте дружить вот вы зря вот ну вот зря зря решили все-таки сопротивляться в атаку какую в атаку работаем в атаку алё в атаку у них-то ой левел ап ой-ой-ой работаем р значит работаем ой ой умер да хорош ну ребята ну 1 давай вот так хорошо давай вот так давай вот так мало немата твои от вас вообще никак не ожидал у всех немата ну сирен нет кстати но на под испугом кстати такой момент неприятный 17 урона двадцать двадцать ребята ну вы можете лучше инфа со тачкам развалится от быстро не совсем кого-то добить лучше высоси жизни раз не умеешь ни черта делать тут надо в любом случае возвращаться скачать знание этой подруги надо дам может умереть умерла хромота испугу нее а ска стой на него так вот мне не хочется просто терять еще опыт за нее о хорошо как-то на то ли сама это сделала я уж не знаю по трейн так бобер еще не вернулся можно сделать вот такую штуку просто знамя ставится 50 процентов урона жизни восстанавливается бешеным образом сейчас интересно чистую урон распространяется эта штука мне кажется не распространяется кажись как раз не распространяется готова мы ей увеличиваем перезарядку способности раз смотрим что ценное она может взять из второго уровня желательно пассивного характером электрический ледяной урон первый кандидат удары за базовую атаку фигня 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 короче берем увеличение электрического ледяного но это так себе вещь ну я могу дождаться как лэвлап на самом деле еще у двух товарищей пофиг на ранение сколько там ран у тебя одна тем более пофиг проходим дальше видим серьезную группу войск наверху так надо вот еще вот здесь проверять все таки оооо пропитанный кровью плащ безумие время восстановления 15% при наличии ран то есть скорость каста еще я повелитель огня попробую дать хорошая штука 15% скорость восстановления при наличии ран ну что либо он не повелитель огня но им надо терпеть еще а можем лантре тогда дать или вот этой подругой она же терпит да давай попробуем так у нее сейчас во первых рана во вторых она высасывает жизни ну хотя все высасывают жизни кто тут такой семипалая это босик босик когда это у повелителя огня бывали раны да не было такого никогда я пытаюсь подкрасться как можно ближе для того чтобы инициировать инициаторов врываюсь наверное через грозу все таки раз грозу два тут стан 3 ты делай оскорбляющий нет какой-нибудь конус с дебафом гроза пошла бобер убежал взрывается хаосом вторая гроза пошла работаем так я бы ауешечку пока зарядил пока могу такая грязь творится за два атли давай-ка ты уже жизнь восстанавливать будешь нет не так не так ты это не атли это косяк а чё ты сделал то я не пойму алё минус один а взрывы 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 ладно пусть апли взорвется страшно же не будет так бобер бобер давай-ка станы приходи сюда делай вот так ой 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 танк есть успели лечись общий сбор всем хп 400 хп восстановил и всех сбил не мота не мота не мота капец а вот это опасно так кто тактическое 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 отступление я бы еще юзнул бобром девайс который да который снятие негативного эффекта как она там хрень это называется господи это не комбо и не факт что у него точно ли быстрота лесом идет вот кажись ослабление не то не то надо было на обилках просто стоять и улыбаться ладно еще не не короче я комбетчу комбетчу мне пофиг заходим ее мое ой ой заходи сюда лешенька о бобер бобра отпустила да изи все просто изи ландрис кставал все что хотел мне не надо надо чем благодеяние заступника делает минус один минус два а а а а а а так воина плота давай не знаю что он там дает дает консервит оглушение хорошо оглушение то то что нам нужно не достаю я до дальнего хрен с ним получается с дальним о отпустила эту подругу давай-ка глушим а у меня тут много хорошего второе дыхание можно было как-то закомнить вытягивание жизни и пора лишь пожалуйста и станчик прошу 1 минус 2 минус 3 точнее 4 ну почти парализуем вытягиваем парализуем одолеть голоса не рада босс впереди ребята босс я бы привал сделал я бы привал сделал но у меня все равно бонуса нет аран есть грязь то есть а а я учился уже бобром да а я учился бобром вот это не учился то есть нужно получить level up level up можно двигаться типа дальше голоса не рада о шлем богатых багровых копий это может это тоже знание дает на нет а смотрю тебя на ночь стримы лучше любого успокоительного импонирует а спасибо тебе хорошо да мы говорили что под стримы засыпают а можно тут передохнуть ничего себе это что такое видимо видимо если бы не оставалось привалов ладно вырываемся голоса не рада любопытно познакомиться вот с этим что они там удумали может они взрываются кажется они что-то нехорошее делают ну сейчас рикошеты они очень хорошо стоят под рикошеты под все и у них очень мало хп то есть сейчас последний раз мы по ним пройдемся если там конечно с 1 давай сделаем минус так у 2 и нарушение взрывы до взрывы взрывы а а а а а а а а настойчиво надо ступить а то они взрываются ты еще чем было видно что у него уже лутом оставался так голоса не рада голоса не рада это это босс алого хора архонт алого хора абсолютно не проверим друг срона вот пожалуйста хорошо шлем бобровых копий но он обычный он не стоит внимания за нами закроется тема вон он там сидит на троне явно я бы пожрал всякой ереси ну на всякий случай просто по крайней мере по живучести давай 1 2 3 4 поехали работаем вон он голоса не рада вон он голоса не рада и никого вокруг нет ну ничего такого быть Твой подход завершится здесь, неразумный червь. Мы не вмерены присоединиться к трупам, которые сеивают твой путь. Нас радует, когда посланец сюда разбивает свои цепи и объявляет о независимости. Но тебе больше пошел красный цвет. Бандам нужны талантливые бойцы, что ж, по крайней мере, с твоей помощью мы дадим всем прочим урок, который забудется нескоро. Мы могли бы стать великолепными вместе, но вместо этого ты сделала из твоих костей скипетр. А, мы сделаем из твоих костей скипетр, свяжем из твоей кожи ремень, а твой язык скормим воронам. По крайней мере, вороны знают, что такое уважение и благодарность. Три варианта. Атаковать молча. Атаковать со словами «тебе нет места в этом мире чудовище». Атаковать «ты слишком много говоришь, архонт пустобрех». Мы любим бросаться словами, но сейчас не время для брани, вершитель зловодных вытелений. Все сюда, дорогие! Есть множество способов снять кожу с вершителя судеб, и мы постараемся вам показать их все. Готовиться к нападению. Страшно, конечно. Не зависло, кажется, вообще. Ой, катсцент. Придите, сойдитесь вокруг и взирайте, как мы уничтожим вершителей, ё-моё. Так, ну наверху это типа хелперы, да? Пробуждение силы. Блин. Так, ладно. Вот теперь я бы все-таки... Все-таки не торопился сильно. Предлагаю два варианта контроля. То есть первый контроль это параллель... Ой, парализация маловероятна вообще. Меточку, может быть, стоит поставить сразу на старте. Касание истощения, воздействие метка в течении 10%. Ну, ты бы еще прокачал эту школу хорошо, было бы неплохо. Так, конский, очень конский защита, капец. Все, не отступить. Да это понятно, что не отступить. Это будет очень непростой бой. Я его просто не пробиваю большинством. Просто не пробиваю большинством, понимаете? Вобер, живи. Да, что-то мне стрёмно, если честно. Так, хорошо. Если мы вернемся к бафам. Точнее, обратимся к бафам. Ну, во-первых, сейчас Сирен будет петь. Она поет... Она поет точность. Сейчас подействует скорость. Потом еще точность будет. Немножко апнемся. Но мне бы хотя бы немного апнуть именно точность. Меткость. Наставление делаем. 17% меткость издевания. Скорее всего, делаем вот так. Это раз. Далее. Нужен ли мне контроль? Или лучше разгоняться? По кому он атакует? Непонятно, по кому он атакует. Поэтому ставить пока бессмертный смысл раны. Смысла мало. Можно сделать замедление песков. 100% замедление песков. Халява. Кидаю сразу же на него замедление песков. Да, на предметы особое внимание. Стойкость, защита от отталкивания, защита от сбивания с ног. Непоколебимая стойка. Союзники на одну минуту. Пожалуй, пора. Так, осталась только ты у нас, да, подруга дней моих суровых? Да, но мы не знаем, насколько она пробьет. Кажись, не пробьет. Ладно, что по заклинаниям. Что-то я волнуюсь. Что-то я волнуюсь. О, я могу его задебафать по... А, нет, это огненный просто урон. 35. Уже неплохо, кстати. Могильная хватка. Парализовывать пытаться или не пытаться? Вот в чем вопрос. Тут 10%. 31. Надо бутылки пропить в следующую секунду. Пускай заряд, который взрывается при столкновении с целью, вызывает ослабление и усталость. Можно попробовать магическое освобождение сделать. Долго и может сработать реально. То есть я сделаю пару шагов вперед. Все. Попробую сделать его. Раз. Да как? Ну что? Почему? Она ничего не кастует. Что по точности поменялось уже? 35. Ничего не поменялось. Капец, у него защита. Огонь и кислота, да? Блин, была бы... Ладно, попробуй. Попробуй. Один к трем. Да чушь, один к трем. Алло. А, не работает, кастует только на погибели. Понятно все. Заряженный кулак 40%. Но почему пробуждение силы-то всего лишь 10, видимо? Давай заряженный кулак тогда, ладно. Отталкивание. Что он сделал? Что он сделал? Это замедление. Пошло от бобра. 40% точности, да? 40. 40. Это уже... Кутылочки. Ё-моё, я что-то переживаю. Так. Зелье героев хорошо. Смекалка, живучесть, стойкость, искусность. Поможет. Выпиваем сразу же его. 54 уже точность. Урон 50%. Ё-моё. Может попробовать сделать усиление хаоса? Я, в принципе, могу это сделать. Так, давай усиление хаоса. 10% всего. Забей. По кому он собирается сбить? Непонятно. Так. Здоровье пока апать не стоит. Надо пропивать. Давай защиту пока от магии. Ладно, трясло. Вы вообще заглядываете. Я сейчас уже что-то волнуюсь. Сейвов нет максималочки. И как бы стрёмно. Стрёмно. Стрёмно, очень стрёмно. 20% точности. Капец. И что ж ты будешь делать там, друг? Один к трём мочить? Вот она, точность. Точность на 50 секунд. Скорость. А кому критичней? Быстрота. Лазурный щит. Давай лазурный щит. Всё. Попал, кстати, я по нему. Стоп, а на меня пески действуют? Вроде нет. 54. Давай парализацию попробуем уже. 54. Это неплохая вероятность. Пробуждение сил. Да. Так. 10, да? 35. Пссс. Бутылочка. Рубящий колющий лесом идёт. Смекалка. Тоже чушь редкостная. Выходящий смерть пока загадя. Сажал. Молодец. Ну, может, комбо-способность свет могилы может зайти неплохо. Типа восстановление хп от урона пока я ещё не ушёл отсюда, блин. Приливы 10%. Как же мне повезло. Да, ты подходил лучше сюда. Хорошо, что это сработало там? Благодеяние заступника. Точность повысилась, да? А, нет, твоя точность повысилась. То есть ты реально сейчас можешь. 27? Охренеть. Почему ты... А, ну потому что ты не мог благодеяние на другого кинуть. Комбо-способности что? Ауру, замедляющую вокруг движения попавших. Уклонение, парирование. Вот это можно сделать. Комбо-способность. Проверка по знаниям-то то есть должны пробить. Подходи, ну бас. Давай 40%. Окей. Ааа, я не знаю, что делать этой подругой. Взяли героев, пропиваю раз. Он из-за замедления пока еще ничего не сделал. Взбивание с ног, восстановление, может быть, живую часть. Какая чушь, честное слово, да. Электрический урон. В общем, у меня булава. Короче, пошел к нему. Тут попробую скастовать быстро, защитный. Сейчас комбо-способность попробуем. Ну что, могильный. О, работает, попадают, ребята. И попали. Невосприимчивость к параличу у него. Но у него замедление, и песня еще идет. Как ты там? 40? Давай 40. Так, хорошо. Давай попробуем тогда к-к-к-к-к-к-комбо. Никакое не ослабление, а вот именно комбо, говорю. Не предметы, а комбо. Не свет могил, а вот пески. Подойди поближе. Давай пески. Вокруг. Вообще вокруг другого надо было делать. Расщепленный разум кирем у него. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я не знаю, что это. Мне не нравится. Давай таун, папа. Десять процентов. Десять процентов, Карл. Десять. Ну, как-то не больше будет. Ты просто бей. Или юзай обилку. Сто процентов обилку. Давай. Что может быть лучше этого? Точно еще больше нас. Попала подруга. Могильным светом. Хорошо. Тридцать один. Ё-моё. Двадцать семь. Какая точность классная. Десять. Просто. Убиться. Можно. Давай тридцать один. Ног. У него уклонение сейчас поменьше будет. Вдруг побольше. Ой, пошли. Самоны справа пошли. Так, Бобер вернулся. Что делать? Сорок пять. Уже нормально. Можно. Можно пытаться. Извините. Так, тут все на КД. Может дождаться призрачной стрелы, когда он подойдет. Ой, тут молния оглушения можно сделать. Давай-ка молнию. Тут точно подойдет. У тебя что? Сфера огня. Так, можно лантре. Ты по кому? По лантре. Давай-ка немножко отступим. Будем получать? Будем получать. Но не уверен, что нужно получать вообще. 29, 65. А сделай, пожалуйста, регенчик. Вот такой вот замечательный вокруг. Пусть у всех будет восстанавливаться. Я говорю, сделай, блин, регенчик, Вась. 60 еще урона. Пошла билка с мяча. Ребята, мы попадаем. О, сфера попадает по огне, невосприимчивость огненный. Пофиг на эту сферу. Миньоны не очень. Колесо бури едва задевает, голоса нератом. Электрический урон. А вот бобер на 30-очку, кажется, прошел. Бобер хорошо зашел. Так, мы можем что-нибудь... Надо будет выучить парочку этих... Для Сирен, чтобы она... А может, у нее есть? Уклонение, парирование, стойкость. Нет, нужно как раз вот... Упение будет на баф. Не знаю, какая вероятность будет. Ну, посмотрим, какая вероятность будет попасть. 69, точность, очень хорошо. Может быть, имеет смысл уже накидывать бессмертного. Не для здоровья... Нет, лучше его оставить. Лучше его оставить. Давай-ка. Будем бить. Ну, Сирен, ты что-нибудь делай. Ну, а что делать-то? 10... 11 шанс попасть. Ну, давай оскорбляющий жест. Вдруг пропрет. Так, бобер приходит в себя. Бобер приходит в себя. Точечный 55. 5, увы, всего лишь. Блин. А зелень у него уже действует, да? Героевская. А действует. Такую выносливость дает. И все. И что-то кастырит. Так, Атли закончила упражнение. 46 молния с этим... Атли хрен из два попадет. Я думаю, ему нужно... Ему нужно всякие... А, ты точно с ней сделал, что ли? Все. Ну, как ты, да? Вася. Ой, 12-52-21. Здравствуйте. Легкое ранение у нас уже тут пришло, да? Так, бобер. 29. 29. 10. Точность меня вообще не радует. Хотя, подождите. Молния. Почему молния? 82. 29. 55. Что за баги? 29. 82. Я не пойму. То ли там... Один на другом. 82. 29. 29. 29. Что происходит у нас? 43. 43. 10. 34. Что? Давай 43. Баф на ухо. На точность получили. Он замедлен. Все еще. И так, и так. И, как видите, там два статуса. И от предмета, и от комбо-вомба. Наша подруга что может сделать? Сбивание с ног. Вероятность 42. Неплохо, кстати. Дезориентация. Лучше сбивание с ног, конечно. Сбивание с ног. Ошеломление. Поехали. 20-22. Это Атли попало кое-как. Электрошок 20-20. 42 паралич. 28-20. У нее все еще легкое ранение. Но чем дальше, тем мы больше урона будем по нему наносить. 42, 34. 53, 53. Что? Что это? Похоже, пора менять тактику. Ты издеваешься. Призыв личности Аванар. Я не понимаю, что происходит. Танка нужно вперед. Оглушение сработало. Сбивание с ног. Ошеломление сработало. Блин, в следующий раз обязательно, блин, надо метку поставить на какое-нибудь нормальное заклинание, прокаченное. Потому что я метку поставить не могу. Так бы точность тапнулась. Так, у него уже ранение. Так, изи, босс. 45, 34, 10, 60. Электрошоком фигарим. Все. 29, да, всего лишь? Есть еще возможность закомбить с бобром. Подходи, Атлент. Сейчас бобер сделает, и мы можем с тобой сделать комбо. Свет могилы, давай. Комбо пошла. Ушеломление, утомление. Попадая, 33, 25. Атлент. 64, 38. 38. Давай еще разок вот так вот, с повышенной вероятностью. Сейчас будет повыше дополнительный урон от... Точнее, восстановление здоровья. Хотя я полностью здоров. Давай бессмер... Нет, бессмертного рановато, опять же. Рановато. Ты не знаешь, что там прилететь может. Вне оков. Пока откатываются вещи. Можно грозу бобром сделать, чисто для повышения вероятности ошеломления, и того можно задеть. Давай вот так вот делаем. Я бы еще разбежался на всех случаях. Ну, потому что как бы опасно. Пробуем шокерить. Танком подходим. А что бы Берр не делать ничего? Какого лешего? Так, он ушел. Стелепортировался вниз. Переключаемся, переключаемся, переключаемся. 69. А он... У него пап... Не, не снизились защиты. Ничего у него не снизилось. Шок, шок. Паралич, ладно. Надо было подойти этим поближе. Ой, 40, 38. Ну, извиняю тогда. Подходим, чтобы замедлять его. 45, да? Пробуем. 31. 36. Ооо, 34. Точности крайне не хватает. Я просто не попадаю по нему. Стоп, не торопись, прошу. Сейчас тело Флориана какая-то, блин, вылезла. Да, у него ранение, но... Проблема в том, что я не попадаю по нему. Давайте посмотрим, что из комбо-способностей есть. Точно что-то не поднимет. А белки между отдыхом уже все. Не будут заканчиваться. Дальше будет сложнее. А что у него-то такое? Вызывает поглощенную личность. Эдикт камнем. Можно пока не поздно, пока я под бафами поставить все-таки бессмертный и фигарить урон полминуты. Давай, ладно. Хотя разок попал. Тем более сейчас надо будет восстанавливать хп, потому что явно сверху какая-то хрень лезет. Лезет по 55, пока этот товарищ попадает. Тем более надо стараться. Да, пошел... Пошло знамя. Атли еще тоже может попасть. О, давай-ка мы грозу сделаем для контроля. Следом. Заряженный кулак прошел, урон нанесли. Наверное, лучше этого парализов... Не, не надо, забей. Вообще, забей. А, стрелька. Да, еще урон нанесли, хорошо. Клонение парирования, одноручное оружие. Можно еще попропивать... ...бутылки, потому что как бы пора. Здесь, конечно, не пора, но я лучше вот так вот пропью. Зелезащиту тоже пропиваю. Магическое есть. Гроза пошла. Давай-ка мы попробуем затаунтить. Хрен с два, ты попробуешь затаунтить. Просто, просто бей вот этого упыряя, все. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Там 45, 50, 60. Короче, хорошо, что знамя поставил. 50% урона вроде заходит прям, прям, прям в точку. 82. И он еще ошеломлен, поэтому у него, кажется... Ну, короче, вероятностью еще повысилось попадание. Концентрировать удар на нем, желательно, с максимальным, с максимальным уроном. Ну, 40%. Это, конечно, не совсем то, не хотелось бы. Тут молния вроде как. Не, 29 молния. А этот... Серьезно? У тебя ж по молниям было... 29. Только на бобра. Расчет. 83. 30. Сейчас пойдет, сейчас пойдет. Главное просто попадать. Чистым уроном будем много наносить. Ну, мажем. К сожалению, мажем. 18 уже. Тут 40 есть еще. 54 от бобра. Пяжелое ранение у него. Стоп, я там уже напел. Я же могу уже его парализовывать. Давай, попробуем. 93.46. 20.85. Изейшая, темнейшая, кажется. Завезли, завезли. Все правильно сделал. Я с этим, с бафом уроном. Вон, он работает наполовинку еще. Там реген здоровья постоянно. И 50% урона. Здравствуйте. Вняков сейчас лечиться будет. Ой, перебивать бы. Ну, я всеми бью его. Я всеми его бью. Успевает. Сколько? А, он просто переносится. Я понял. Мы перенацеливаем тут же заклинание на него. Промахиваюсь. Попал. 89.28. Еще, еще. Катлин. 99.29. Ребята, унижайте его. Унижайте при смерти. Все здоровые. Все красавцы. 120.99.29.120.40. Просто 160 урона с директа. Изейшая. Игра не очень сложная. Все отбивать будем. Ой. Взрыв путаницы. Дезориентация ошеломления. Кто-то еще кастует. 115.35. Бобер, последний выстрел. Давай. Ну. Это уже был последний каст. Остальные ошеломлены. Голоса не рата. Голоса не рата. Повержены. Подойди поближе, ничтожество. Мы желаем поговорить с тобой, пока наш голос не заглушил прилив. Архон цепляется за свое одеяние, в прореках которого тускло просвечивает зеленое пламя. Заткнуйте уши. Сперва вы ничего не слышите, только приглушенный рев крови в ушах, но затем возникает новый звук. Хриплый хохот. Он делается таким громким, что от боли вас закладывают уши. Когда вы уже не в силах больше терпеть, внезапно все стихает. С негромким смешком. Ты всерьез полагал, что мы не сможем сделать так, чтобы ты нас услышал, когда мы этого захотим? Наивное, презренное создание. Архон качает головой и хмыкает. Что бы там ни шептало промеж себя безмозглая черни, не обманывайся. Ты не всемогущ. Ты не имеешь никакого значения. Всегда найдется кто-то другой сильнее тебя. Но кто-то из них не больше, но все равно... Мы восстали из пустоты. Наши деяния сказали людям, кто мы такие. И люди увидели в нас чудовища. Или ты думал, что мы всегда были племенем, голосами и тайнами? Подумай еще раз. О, Архонт, поспешных решений. Я запомню твои слова, Архонт. По крайней мере, ты умеешь ценить добрые советы, и это тебе поможет зайти дальше, чем идут на хор... Нахоженные пути, и затронет глубже, чем любая грубая сталь. Что-то в этих словах кажется голосом забавным. Он начинает хохотать. С мешки переходят в яростные, неконтролируемые спазмы дикого веселья. Голоса раскидывает руки. Языки пламени, образующие его бесформенные очертания, пляшут в безумии, пожирая его изнутри. Где-то в недрах вашей собственной головы слышатся бессвязанные вопли, но вскоре стихает и наступает тишина. Архонт Тайн угасает у вас на глазах. Эпическая музыка. Ой, что-то лут он оставил какой-нибудь. Он действительно мертв. Могу ли я надеяться, что чудовище, которое меня мучило, больше не будет никого мучить? Столько знаний было в этом существе Ульи. Если б не Рад не был таким гнусным чудищем, я бы даже всплакнул по его погибели. Только подумай, сколько фолиантов можно было заполнить его руками. Только, думаю, большая часть из них была бы зарисовками пыток и блудодеяний. Подумай о всех яростниках, за которые мы отомстили, и всех, кого мы освободили. Она пускает взгляд на бронзовую маску Архонта Тайн, которая стала холодной и безжизненной. Хотя мне все-таки немного жаль. Все те разумы, которым пришлось погибнуть вместе с ним, надеюсь, они теперь обрели покой. Ну что, склонитесь перед плетью. О, два уникальных предмета. Одноручное оружие, безупречное. Реверберация способность какая-то. Одноручное оружие, точность, прикрит попаданий, случайный урон. И взрыв путаницы. Боец оглушает окрестности последним криком и выпускает хаотический взрыв энергии. Все враги подблизости отбрасываются назад и оказывают состояние ошеломления из ориентации. Длительность воздействия растет вместе с известностью последнего крика. Обязательно набрать. Не сюда. Нежное касание, одноручное оружие. Крит плюс 25%. При крит попадании противники кровотекут 14 и меткость попадания 5%. Но это догерок, он как раз мимо пойдет. А хотя у него есть тоже обилка. Совсем забыл проверить эту обилочку. Не все поместилось, видимо, да. Нет, он как раз простой. То есть я беру булаву и кому-нибудь из наших одноручей ее выдаю. Из-за как раз обилочки. Но посох не будем. Давай тебе, родная, протестим. Да, здорово. И еще быстрота. Узелье быстроты. Эликсир, точнее. Быстрота мне нужна, конечно. Конечно, нужна. Повелителю огня. Повелитель огня пьет быстроту. Выпил. 20, здравствуйте. Да, битва, конечно, я опасался, что будет беда, просто потому что да. Ой, как раз у нас 6 часов закончилось. 12 часов ночи, пора заканчивать эту часть трансляции. 12-я часть подошла к концу. Столько мы всего с вами успели сделать. На глобальной карте, если посмотреть, там зажгли два новых шпиля. Выполнили где-то с десяток квестов. Побывали где-то в 8 локациях новых, принципиально новых. Стали архонтом. Убили голосонера, там впереди Грэвенаш. Это будет вообще классно. Ах. Ну что ж. Спасибо за то, что смотрели. Запись сейчас поставлю заливаться. И увидимся с вами до скоро. Я думаю, что завтра вечерком, если не будет никакого аврала, снова будет трансляция. Хорошего вечера. Спокойной ночи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому.